Начинаем. Значит, Джоки, Али Жака, Билдор, 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 Уптейл, Алиэна, 92, Найф, Добрый вечер, про Тигров какой-то Найф переподписан, Дакфакс, Мрррмрр, Дакфакс, привет, Гуф говорит, Е, добрый день, пиво-пицца-герой, пиво-пицца-герой, окей, нежить будет в самом конце, я не помню, какой порядок, и даже Аспирант пришел, представляете, Только, кажется, я, мне нужно камеру чуть-чуть повыше, потому что у меня затылок обрезается У нас сегодня с вами 20 какая-то часть, неважно, это четвертая компания и третья ее часть, пока что для меня, о, no signal Hello there, здрасте, пожалуйста Сейчас все сломаю, сейчас все, все сломаю Эпка сломалась, да Для меня пока что эта компания является самой интересной с точки зрения, а, баланса, ну, это, скорее всего, из-за того, что уровень сложности понизили и компьютер начал хотя бы что-то делать И второе, из-за, видимо, перевода более качественного Здесь персонажи не такие плоские, ну, вроде автор всех компаний один и тот же, может, он и списался просто, или расписался, черт его знает как Короче, здесь персонажи такие, хоть и немножко наивный, но язык интересный Представляем вам Элвина, такого молодого повеса Он довольно-таки, совсем недавно начал свой эксповый такой опытный путь Он является придворным эльфом, но судьба его забросила Немножко поприключаться В самом начале компании нам рассказывают про то, что он по уши, а уши у него длинные Втерелся в одну совсем необычную эльфийку Ох, уж эти эльфийки И только красиво, но еще и умна, такой богатый у нее внутри мир Но, конечно, не без проблем, потому что папашка у нее строгий Папа не в кораблекорушение И есть еще один злопыхатель Точнее, ну да, пусть назовем его злопыхателем При дворе, который отправил нашего героя Так, это, кстати, да, вторая миссия Договариваться с тиграми Не спрашивайте, это слишком сложно У эльфов свои задачи У меня за пазухой сокол Которого наша благоверная при... Ну, дала нам для того, чтобы он делал разведку И мы пришли к тиграм, которые... У которых проблемы А проблемы у тигров с троллями И троллей мы должны убить Просто без вопросов, не надо Просто нам надо убить троллей Будешь много спрашивать Тебя, как в прошлый раз мы поговорили с тигром С ног до головы пометили Вот Лучше Миссию мы поняли Идем вперед Кроме того, что необходимо уничтожить троллей Нам необходимо этого самого Элвина На этом уровне развить Ну, на этой карте развить До 22 уровня И накидать ему там характеристик Чтобы было попроще в следующие разы В принципе, у него уже защита весьма серьезная 87, 87 Стрелять и орудовать он почти не умеет Магии две школы плюс разведка Посмотрим, что из него выйдет Вот Сейчас я планирую захватить Вот этот вот Вот этот вот замок Гренвиль А на чем я вчера остановился? А, я остановился на гарнизоне Который сложно взять Но его надо брать раз И остановился на том, что здесь статы 2 И еще, кстати Подчеркивание 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 Поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщил Привет Михаил Миша Мишаня Да Добрый вечер Добрый вечер Спасибо большое за стримы по Варкрафту С чату привет С большим удовольствием Завтра будет у нас Варкрафт Первая квалификация РЦГ Russian Cyber Games О май гад Так, сейчас я бы поспамил эльфов Поотстреливал бы людей Которые находятся наверху Потому что, ну они офигели У них защита конская Видите, как я плохо по ним бью Бихолдеры у меня делают Ну, сейчас бихолдера будем терять Хотя нет, нормально выстояли Вот, эльфов снова вызываем Просто чисто, чтобы они потанковали Одного бихолдера, наверное, вправо уведу Два этой сюда Так, а что делать? Что делать-то? Этот уже не особо не нужен Этот стреляет Два выстояла Наверное, правого эльфа нужно Каким-то макаром нейтрализовывать Бихолдера прячу Бихолдера с собой ношу Просто для того, чтобы Они Ну, вы понимаете Просто, чтобы они Сила гиганта на эльфов 25% Ну, тут постреляем Раз-два Сейчас хорошо убьет Оп Потому что сразу С башен ушли И защита ушла Как вы теперь даёшь оценку По десятибалльной шкале Третьим, четвёртым, пятым героям? Ох Ну Для меня, конечно же Третьи герои Они чуть ли не эталонные Потому что близко не было Ни одной игры Которая Ну, в рамках этого жанра Так скажем Которая бы сравнилась с героями Поэтому Ну Отталкиваясь от идеи Что не бывает идеальных Всё равно Игр Ладно, беги, родной Не хочу на тебя время терять Это была бы где-то 9,5 9,8 Куда-то туда Так Две единицы удачи Грифоны есть Одного эльфа сразу нанимаю Четвёртые Потеряли бы пару баллов Сразу же Просто из-за того Что игра была недоделана Сырая И с огромным количеством багов Также бы она потеряла Какое-то количество в оценке Из-за Очень слабого баланса Очень слабый баланс Который потом, конечно, тоже исправили Бла-бла-бла-бла Но третий герой Компания, по крайней мере Была очень сбалансированная А для меня в стратегиях Баланс тоже очень важен Майкер Найтхэм Привет, Мика 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 Так, смотрите Я делал это на прошлом ходу И Отправлял разведку вниз Брал здесь в замке Парочку Аизен Орн поддержал Ваш канал Аизен Орн Рассказывает Миш Привет Привет А задания больше не добавляются Просто хотел челлендж на следующую кампанию кинуть Они реагируют Да, нужно Другой способ оплаты Скорее всего выбрать Насколько я помню Там по одному из банковских шлюзов Все еще нет У нас Функционала по челленджам То есть нужно просто другой способ оплаты Вообще нам нужно записать это и убрать Не работающий пока способ оплаты Так, надо вспоминать Давайте не будем отвлекаться Мне нужно погрузиться в какое-то внимание В какое-то время на погружение непосредственно в игру Потому что карта большая Хотя я играл Позавчера Позавчера Не вчера Позавчера Вчера у нас варик был интересный И потом в запоем В PUBG Я все равно успел подзабыть И при этом Нужно еще правильно все спланировать Да Я принимал решение Что после захвата замка Отправляюсь Пытаться Справлять А Отправляюсь на троллей В этом замке Делаю закуп Меня интересует в первую очередь Эльфы больше тут никто Хотя можно было бы Отстроить еще Мэджик гилд Постепенно Эльфы пешкарусом Бегут Пока что Ага Здесь мы Эту даму Отправляем Следующий ход А вот почему Вот что у меня В прошлый раз Я помню Что я Почему же я не Не справился Вот почему не справился Этот человек злой Все Вот это все подкрепа моя Жалко Там хороший герой Уровня 12-го и 14-го Ладно Здесь одного эльфа тисну Дальше идем Так Здесь просто разведочку делаем Можно даже сплетануться Ну разделиться Имейте ввиду И по разным направлениям Вижу тигров Это что Кентавры Через тигра я не пройду Бывает Про пятых не договорил Ой я пятых уже Если честно Подзабыл немножко Не очень свежие воспоминания Поэтому В них больше баланса Они уже ближе к Они ближе к третьим Грифон налетает Блин Че же я так а Ну вот из-за этого Стоит сделать три Потому что я не Не сохранился Не закупился Эльф убрал Извините пожалуйста Вполне вероятно Я без эльфов Та и не отобьюсь На защиту возьму Такого героя Может ему что-нибудь Что же сделать У нас есть гильдия Следопытов В целом я могу ему Купить еще Пару артефактов А у эльфа Оказывается они Замок стоит Можно сделать радугу Подкрепа все равно Не получится Да Так что радугу давай Прилю слаг Ну и надеяться Что этого хватит Чтобы отбиться Я не проверил Какая сила там У врагов Какой там герой О знакомое место Опа знакомое место Это ж я из Очень знакомое место Вот в частности это И выход к замку Как будто эта карта Использовалась В какой-то другой Компании Только я играл По другую сторону Возможно Возможно Вот именно этот замок Знакомый Ладно бывает Ну что нападает все таки Черт Ну что Лученько отступает Ооооо Пятнадцатого уровня Тут враг Ё-моё Берем Это мне не по силам И что Отдавать замок Что ли Десять феек Капец Да Понятно Бежать я не могу Ну Даже с теми Десятью эльфами Я бы этот замок Нельзя Возникает тогда вопрос Как мне действовать дальше Привет Александр Кот Это же не важно Учитывая что Вы должны Главным героем Отсюда выбегать И должны А рядом с Вашим замком Есть Телепорт В который прыгают Враги Я думаю Я думаю Что это Один из Сценариев Возможных В игре И возможно Мне необходимо Будет вернуться Через зеленый Телепорт Через этот И отвоевать Но Раз уж я сюда пришел В конце концов У меня задача Другая Я могу Просто убить Троллей Все что нужно Пособирать Так Пески Это наше Наши козырные Оружие Замедление Делаем Тролли Идут Урон у эльфов Очень хороший Забучие пески Снова Красиво Все никак Слоу не прокину На него Там же нет Да Там нет Слоу Героям нет смысла Я думаю Сейчас сильно Беспокоиться О Замедление есть А на этом уже висит Да Да На этом уже висит Но они не добегут Никак уже Там такая скорость перемещения Несерьезная Что Никак не дойти Возможно реально Мне Хватит Под той подкрепок Которая Которую я буду находить По дороге Может быть Тут нычки эльфов Постоянно встречаются Если я сейчас еще метнусь О Щит хороший очень 30% защиты Деньги или опыт 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 Деньги у нас есть Заклинание Водяной элементал Это новый Тир Вызова А я же там По самонам Вроде как Призывание Да Нет Это ежедневно Это восстановление На самон у меня Только Уменьшение Магической энергии Есть элементали Земли Есть 9 Водных элементалей Так Хорошо Элементали Земли Хорошо танкуют Водные Стреляют С магической Стрелой Не хватает Стака волков Не волки тут лишние Надо этих убрать Конечно И вот так Разделить Так То есть Тролли мы забрали И сейчас Очень важный вопрос Будем ли мы Возвращаться сюда Брать навык Пойдем ли в Неизведанные Или пойдем Пойдем все-таки Отбивать Злополучный Наш замок Через телепорт Можем выскочить Отсюда И взять Замок Да Или нет Решение Серьезное Сохраняюсь На ГГ Фейки Кое-как Делают Разведку Понимают Что здесь Очередной Гарнизон Очередные Тролли Неясно Неясно То есть Хочется и сюда И за этим С этим Я могу не справиться Я даже с такой армией Могу не справиться С тем врагом Ладно Давайте во все тяжкие Пойдем Просто вот Идем Как будто В последний бой То есть Назад дороги нет Идем Собираем экспо Я вижу там Какой-то чайник Интересный Потешные Волки Ой Молодец Михаил Ой Молодец Мисклик Мискликович Случился Откуда там Такой урон Видимо Минус лака До свидания Защита в ноль Ну псы Скулят Их можно понять Просто Ни за что Разваливают Чуть не потерял Из-за своих Из-за своих Мискликов Тоже Так Здесь можно взять Вау О Это что за Шлемак Все армии Героя получают 20 атаки Ближним стрелковым Защите и скорости И дюжины Дюжины Артефакт Топовый Конечно И нужно И сюда И сюда И сюда И сюда Откуда только начать Давай начнем Вот так Так Вариант Земной элементал Желательно Конечно Его подставить Видите Потому что Он сопротивляется Почти всему О чем Можно только подумать Я пытаюсь Сохраниться Чуть-чуть Проверивайте Ой Вообще Видите Как хорошо Спровоцировали А что такое? Да они не хотят стрелять, потому что попадают в элементария А у элементария все прекрасно Настолько прекрасно, что я... Нет Давай вот такого вызову Я водяной Я водяной Левый опаснее Герой у нас тоже с базовыми сопротивляемостями хорошими Тактика Т значит тактика Да, и у него стрела, видите Ай да он Минус мораль сразу Вот это страта, понимаете? Уже к 25 трансляции мы потихонечку разбираемся с базовыми вещами в игре В атаку В атаку, я сказал Они могли на самом деле, если... Ну, во-первых, они пострелять могли Злобоглазом к ней убить Могли Могли, могли Кстати, наш родной замок Я бы тоже захватил И эльфы рядышком нынчка Да, скорее всего Нельзя привязываться к... Не надо было возвращаться И хорошо, что сделал, что не вернулся Домой Потому что нынчик повсюду очень много Ой, тут полезная штука Навыков столько можно надыбать Да, он бесячно занимает Захватывает у меня Шахты Реально бесит Тут тоже не как, да? Очень жаль Ладно, беги Водяной Откройте милицию Так Тигр Тигр решил Показать Силу Ну, решил Так решил Хорошо, что они не бихолдера ударили Я не был готов К потере Пэч Мак и волшебник, Михаил Заходим 30 волков Здравствуйте Пэч Он и с руки бьет Отлично Не, элементально Вообще какая-то дичь Какая-то дикая имба Есть эльфа? Куда там? Феи Делаем А можно Священную рощу Для начала Чтобы манопул увеличить Дальше Проходим Нам все здесь нужно Нам нужны эльфы Нам нужны навыки Нам нужны статы Начинаем с эльфов Группа эльфов Вот, не надо так Нет Сейчас убьют же Ну, ё-моё Ну, кто так строит? Прикройте, пожалуйста Молодой человек Эльфы как-то не очень Сейчас могут убить Правых, пожалуйста Вдруг Спасибо большое Не, ну, серьезно Сейчас бы Постреляли эти три стака Зато мы сейчас штук Не знаю Восемь, десять эльфов В семь Купим Собираем попутно Естественно Собираем как можем Попутно Надо было пострелять бихолдерами У них же инициатива конская Если их не замедлить Нашел кого замедлять Еще, пожалуйста Зыбучих Песков О, наконец-то Да, ребята Тут погрязли В проблемах И самое главное Стак эльф Я думаю В такой ситуации Раз есть зыбучие пески Раз есть дебафы Есть герой, который может танковать Просто Растим этот стак И все И какие проблемы Никаких проблем И так вот Попутно собираем экспу Да, да Надо не забывать Что шахты, которые Типа не защищаются Это Это на самом деле фигня То есть такого не бывает Их кто-то должен был убить То есть если ты приходишь на землю Где не было врага И тут нет нейтрала Пошли Пошла инициативная группа Эти раскидали Они бафы друг на дружку Молодцы какие Ну я до появления слоу Пытаюсь кастовать Они еще то кастуют И кастуют И кастуют Куда вы лезете? Штраф 1,4 Наконец поскакали Красавцы Столько ждать Слоу Оп, ушел Уже ничего не кастуется Видите? Там Просто полный букет у человека Негативных эффектов Уже больше нечего Что бихолдеры С каждым выстрелом Что-то вешают Ох Ну блин Давай стрелковый бой Знахарства И так маны хватает Фейка идет проверять Здесь мы отстроимся Дальше Ориентировочно Буду двигаться после этого к последней группе троллей К ним, собственно, я сейчас разведкой отправляю Этот подлец ходит, все собирает Да, учиться нечему Дожили Дюжины медуз А вот медузы Против медуз я бы убрал, во-первых, бихолдеров Чтобы не было шальных потерь И попробовал спрятаться так же за элементалями Я прячусь, к сожалению, героям пока Ой, а что там орков так много? Эээ, погодите, 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 ребят Это что-то... Эмм, вот так Все равно герой подставляется Ладно, у героя дефа столько, что он должен справиться Где? А, в силу гиганта переместилась Новое изглинание просто появилось О-о-о, уже лучше, уже по 7 Уже по 7 Перемещаю сюда, чтобы прикрыть Ай, молодцы Ой, молодцы Сняли ответку И добиваем А то были бы шальные выстрелы По единичкам А у меня бихолдеры как раз спритык У меня нет запаса И здесь берем 6 единиц атаки Собственно, сюда я для этого и пришел Ну и еще можно попутно экспу взять из сундуков Так, что мы будем делать дальше? Здесь у нас своя скорость Скорость, скорость тоже бы неплохо захватить Потихоньку в эльфов выходить Кажется, я ход пропустил один Куда мы идем дальше? Элементали за... За экспой Забыл бихолдеров Они не забыли, они... Они помнят И пытаемся найти Путь к... Да, вот он, путь к тролям Еще новые Я же могу скупать эльфов Хорошая вещь За мной идут капитан Привет, Олидо Здравствуйте Добро пожаловать Ой А что, ой Мы вызываем земельного элементали Улыбаемся Фейку так Эльфами стреляем Резист Резист Извините Хотя можно было и антимагию использовать Сейчас, слушайте, кастует что-то Что-то кастует Как бы до эльфов не дошли Так Не, нормально О, чувствуете, уже стрельба у главного героя такая Атаки добавилось Урон появился Единичка скорости Далее Здесь разведки не было Тут строим дальше гильдию следопытов А, только нейтральный можно захватить И то Это собирать, когда уже ты гарнизон перебил Либо нейтральный, либо Да Хорошо, что делать Здесь тоже баф и урон можно увеличить А задача у нас просто перебить троллей, правильно? Уничтожить тролли оранжевый противник Обустошающих землю Оранжевый противник Так, давай глянем Нам зайти вот сюда бы Военная академия Так что через Пожалуй, водных элементарий Тут экспа Еще Еще экспа Экспа Захватим Бихолдеры, бедолаги Подотстали уже Немножечко Почти-почти догонят нас сейчас Здесь Осмотрелись немножко Сюда бы отправить Тоже разведку осмотреться То есть у меня задача не только тролля убить Ой, это По нашу душу выдвигается Ооо На зебре Ой-ой-ой-ой-ой Ну я бы вытащил как минимум грифонов и Этих товарищей Попробовал Заказать здесь Все-таки какого-то героя Да ладно Все, заказывай Просто ту подкрепу, которая Сколько у него там? Чего? Какого уровня? 11 Понятно Спасайся, кто может Считаю Просто бегите Бегите, летите За эльфами только зайдите Так, тут мы делаем Наконец-то дом на деревьях Четырех несчастных эльфов Тоже тискаем К обихолдерам, пожалуй Потому что Так они мобильны Снизят нашего основного отряда В данный момент Пока добегут Урон здоровья Дюжины Элементали Погнали Они у нас стреляют Да, просто? Защита в стрелковом Иммунитет И полет Водных элементалей Для того, чтобы магией их мочить Мне кажется Неплохая идея Очень медленно мы бьем К сожалению Их О, сейчас же мне прилетит Сейчас же просто минус эльфы Вообще против него надо было идти Одним героем И все Ну серьезно Это минус эльф Да ничего бы они героя не сделали Сто процентов Он бы им объяснил Сразу же Ху из ху Извините, конечно Я покажу сейчас Как надо Давай Раз на раз Стак на стак Ну я, конечно Вызову тут кого-нибудь Так, чисто потанковать Еще вызов Кого-нибудь Ну что ты делаешь Ну что ты Что ты Что ты делаешь Динамик Это положительный Друг А у вас становится Все меньше Как вы это Объясните Имба Ай да бобер Ай да абузер Манный вагон Сейчас покажу Как надо Давай Он урон не наносит Уже Ну вот эльфов Даже не потратили Собираем опыт Собираем опыт Собираем Вы не поверите Опыт Но опыта не хватает Бежим За навыком Возможно Даже не стоит Его тормозить Вот этой вот Сей армии Которая То есть Быть рядом Но не настаивать Фейками проверяем Что здесь Восстановление Маны Ручеек И удача Такое А, слушайте Здесь же еще Одни тролли Мне вот этих Надо убить Видимо Попутно Замок Придется Пытаться Штурмовать Не хотел Я этого Делать Потому что Здесь рядом Ничего ценного Нет Кроме Замка Собственно Ладно Замок Там герои Отбивал Какого уровня За два За два За два За два элементали Алло За два Элементали Минус Герой Все в шоке Просто в замке Кого выбрали героем Главным Развалился от воды Оп Не надо Почему антимагия Был выбран Вот Кто так делает Я думал Он запомнил Последний Сейчас Глядишь Не смогу Вызывать Не смогу А у них Закончилась Закончилась Стрельба Кстати Не буду Тратить Ман У меня 71 Единица Маны Я могу Сделать Такое Количество Элементали Что этот Стак Просто Пройдет По всей Карте И всех Убьет Какая-то Дикая Имба В очередной Раз Ладно Поехали Уже Сколько Можно С ними Церемониться Кто Там Самый Главный У вас Тут Кочевники Ой Ладно Допустим Я Немножечко Немножечко Погорячился Немножечко Но Только Чуть Чуть Дальше Да Хватит Слышишь Вот это Опасность Так Маны 24 Пэйш 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 Просто Такой Салат Можно Экспу Экспу Не дали Но зато Повысили защиту Повысили атаку Повысили сопротивляемости Берег от природы Не особо Нужен Ресурсы Я предлагаю Идти дальше На троллей На этих Увольняю феек. Черт, надо сюда было сходить. Возможно, сохранюсь. И сюда, да. Вот центральную часть я не проверял. Как бы это были не последние тролли. Хотя палатка ключника. Кажется, здесь все не так просто. Зайду возьму здесь подкрепление. А за мной хвост. За мной хвост. Гарнизон странный. А, это не гарнизон. Это просто тролли. Но у меня есть стратегия. С самого начала, как говорится, у меня была какая-то тактика. И я ее придерживался. О, зыбучие есть у элементали. Не самые, конечно, хорошие. Не самые высокоуровневые. Но есть. Пыщ. Уже так по 6. Кажется, я нашел страту. Пыщ. Куда ты на героя лезешь? Там соточка защиты. Молодой человек. Серьезно. Ты настолько без шансов. И это у нас эльф, который буквально месяц назад все, что умел делать, это танцевать на балах. Щит гномов у меня лучше уже, который я не поставил, кстати. Экипарика тоже не поставил нормальный. Есть все-таки подозрение, что когда мы придем, а что красная палатка здесь делает? Действительно. Если это последние тролли, то почему... Кто знает, что просит, заставим. Я думаю, надо сейчас сохраняться. Сохраняться и бежать, проверять, что от меня хочет гарнизон. Как бы задача не усложнилась на последних троллях. Я присоединяюсь к основной армии. Здесь забегу в замок, соответственно, забегу и еще эльфа возьму. Посохранил. Нужен ли он мне? Вроде вызов ходовой. Ладно, оставим посох. Тем более на стрелку, эту, магическую, урон не работает, скорее всего. Ладно, проверяем, чего хотят. Вы увидели орков дозорных на верхушке этой старой башни и приближались с опаской, зная, что оркам никогда не следует доверять. К вашему удивлению, они не нападали. Один из них закричал. Никого не пропускаем! А орки не так говорят. Никого не пропускаем! Нет, орки как говорят. Загз! Нет. По приказу лорда тролля. Лорд-тролль. Тролли-лорды. Лорд-тролль. Значит, там еще и тролли прячутся по другую сторону башни. Но почему эти орки на их стороне? Вы уверен, что я не могу пройти? Да, уходи! Почувствовав нечто странное в его тоне, вы продолжали настаивать. Эти орки не производили впечатления, будто им нравится их служба. А, нормально. На самом деле, похоже, им вообще не хотелось быть здесь. Я надеялся пройти на другую сторону, чтобы встретиться с лордом-троллем. А какое у тебя к нему дело? Спросил орк. Дело такое. Снести ему башку с плеч долой. Храбро ответили вы. Долгое время орки тихо переговаривались друг с другом. Когда они исчезли внутри башни, вы подумали, что вам отказали. Но тут у ваших ног разлетелась в дребезге глиняная бутыль. Среди осколков лежала записка. Вы подобрали ее и прочитали каракули, изобилующие ошибками. Мы не можем ничего сделать. Троллей очень много. Ты убьешь их, ты пройдешь. Вот послали, так послали. Причем известных троллей я уже убил. Точнее, известных мне троллей убил. Троллей в часике остались, говорят. Ну смотрите, во-первых, у меня не исследована центральная часть. И логично туда, наверное, сходить. Во-вторых... Во-вторых... Здесь есть подземный мир. И, возможно, это альтернативный заход. Ладно. Давайте тогда я зайду, захвачу этот замок. Возьму, соответственно, подкрепление из эльфов. Потом двинусь, скорее всего, в центр. Здесь статы, разведка и подкрепление. А почему я не сделал дом на деревьях? Что за дурачок? Потому что перезаписывался и так получилось, в общем. Очень жаль. Замок лучше оставить. Троллей очень много. Можно лепрекона взять. Нанимаем эльфов. И штурмуем очень неприятный замок. Неприятный почему? Потому что у меня формация хреновая. Надо прикрывать, как минимум, эльфов. И прикрывать... Ладно, нормальный замок. Что-то начинаешь. Зачем только сейчас сделал так? Ну, вообще урона нет. Другое дело. Прячься. Эльфов почти не осталось. Кентавры тоже отстреляли свое последнее. Ну и пойдем ломать потихонечку. Волки меня смущают. Сейчас 60 волков просто ударит два раза. Я же не достану до него, правильно? Да, пока не подойдет, не достану. Ну, ничего, отвечать будем нему тогда. Добиваем волков. Это все экспо. Мне не стоит даже сильно особо торопиться, потому что я не достаточно далек еще от 22 уровня. И тут мне дают рукопашку. Не хочу брать рукопашку. Магия природы максимальная, скорее всего, для начала. Захватили замок. Получили небольшой баф к мане. Что у нас по заклинаниям? Сила гиганта из лиминой. Воздушный элементарь появился. Ну, багу, а скорее всего, нет. Ну, посмотрим. Вижу тигров. Здесь мы были. Я еще сюда не заходил. То есть я сделал первичную разведку, но не пошел дальше. Потому что не увидел полезных вещей здесь. То есть, возможно, мне придется вернуться назад. Через телепорт синий прыгнуть сюда. И пойти еще на юг. Ну, учитывая, что здесь тупик. Я думаю, надо идти наверх. Согласно плану за подкрепы и за статами. Вот сюда. Грифона подводим. Скорее всего, в ближайшее время, я полагаю, наши верхние замки также до них доберутся и начнут захватывать весьма активно. Это нормально. А что за тигр? К тиграм, типа, нельзя подходить. То есть их нельзя уничтожать. Мы должны им помочь в этой кампании. Тиграм досаждают тролли. В башню магов надо зайти. Просто для того, чтобы, да... Ну и подтягивать, видимо, подкрепу вот вместе собираться. О, видите? Все, все, все. Идут уже по моей душе. Несчастных пять магов. Что они могут? Волка мне разве что убьют. Кулаки, яд, в ход идут. Такая башенка несерьезная. Ну и соответствующая... Три единички атаки. Вижу, это что? Сухая трава. Вызов волков. Глаза. И впереди еще я вижу один замок родной. Ну наш, эльфийский. Причем он расстроенный. То есть там... Там люди. Блин, дошел до эльфа все-таки гата. И нас эльфа на ровном месте. Я начну с замка, потому что он дает еще обзор. И, соответственно, у меня будет больше понимания, как... Как... Из этого замка можно напоследок попытаться унести хотя бы этих несчастных трех эльфов. Ну и заодно взять здесь еще парочку. Пока... Пока еще не добежал противник. Но основной армии... Я не уверен, что вообще основная здесь армия нужна. Если честно. Что один герой тут, как вы видите... Артефакты ценнее. Артефакты значительно ценнее, чем... Чем армию героя. Неплохо здесь экспы. Прикрываем. Прикрываем. Уэйд. Прикрываем. Раз, два. Зря они так. Опять же, вызываем уже 11 водяных элементарий. Это, видимо, из-за улучшения магии нашей родной с 80 до 100. Как раз было 9, стало 11. Там 80-100. Пятый уровень магии... Что это у нас? Природы. Природа, мать наша. Разношерстная здесь у них армия. А че они не отвечают, не поймут. Убьем коней. Реально никто не отвечает. Печек бы убить, чтобы... Видимо, элементарии такие. С такой особенностью. Не понял. Ну ладно. Бывает, не страшно. Да, беги. Вскоре после занятия города один из... Ага, две вражеские армии с караваном. Во-первых, статы-статы. Это уже хорошо. Сюда нужно заглянуть. Синий телепорт, который позволит нам быстро переместиться в... Самое начало... Это синий же телепорт. Вижу тигров, троллей не вижу. Давай зайдем, получим бонус. О-о-о-о. Тут портал есть, из которого прирастает... Это что за твари? Опасные же они травят, да? Ослаблением. Они стреляют. Неплохие, кстати, стрелки. За пять косарей. А, и можно выбрать, кто прирастать будет. О-о-о. Богомолы. А, можно даже сразу нанять. А-а-а. То есть, если есть портал, ты можешь брать, получается, какое-то количество любых существ в неделю, да? Универсально. Включай элементалей. Элементалей. Ладно, давайте возьмем этих стрелков. Возьмем еще эльфов. Фигню оставим. А-а-а. Дальше убиваем ради статов. Здравствуйте, пожалуйста. Сразу стреляем. Ослаблением. Что-то, может, и пескинда была делать. Как-то слабенько. А у них же инициатива. Нет! Мисклик! Твою же ж дивизию! Ну, конечно. Конюшню. Ладно, потерял только один цветок. И одного эльфа. А-а-а! За каждого эльфа, понимаете? Хочется... Не хочется отдавать. Скорость перемещения. Это магическая, да? 6 магической энергии. Что здесь еще интересного есть в округе? Кроме телепорта, я не вижу ничего. Ну, золотая шахта золотая. Это понятно. Мне интересуют вещи, которые... Заклинание второго уровня магии. Там все есть. Из исследованного, но невзятого школа военных... А, магических умений. Извините. Хорошая вещь. Колпак какой-то. Шлем сила. Получает 20 магической энергии. Восстановление ультимативной регенерации. Блин! Ну, получается, известных мне троллей мы мочканули. Остались враги. И я думаю, что надо сейчас прыгать в телепорт. Потому что это наиболее короткий способ добраться куда-то в другое место. Возможно, имеет смысл даже подкрепление оставить, как это ни странно, в замке, скажем, в центральном. Как такой опорный пункт. Для чего? Для того, чтобы, по крайней мере, его не отдавать. Хотя, мне кажется, сейчас противник прибежит и покажет мне, что я не прав. Объединяемся. Зеленый сейчас может напасть. Идет. Да. Успеет? Должен успеть. Ай-яй-яй! Странник, Сэм, приветствую тебя. Посмотрим, куда нас телепорт проведет. Да, это старт. Сразу на замок побежали. Ну, грифонов я бы отправил туда же. И, возможно, это будет такая основа нашего гарнизона. Миш, привет. Слушай, приложение на Android всегда просит оставить отзыв в PlayMarket. Я уже оставил. Это у меня баг. Никогда не слышал о такой штуке. Так что, скорее всего, это баг. Но ты можешь репорт сообщить о баге, кинуть, и все. И вот. Все, давайте истреблять эту нечисть. Попутно мы как раз по телепорту пройдемся и получим там навык один хороший. Мне пока больше всего водные элементали нравятся. Очень хороши они. Минус два эльфа. Здравствуйте. Минус мораль. Чтоб ответку убрать. Понял. Ой, она какая плотная. Ууу, какого уровня? Пятнадцатого. Пятнадцатого уровня. Ууу, а к магии как у тебя? Неплохо к магии у нее. Сразу вот пятнадцатого героя встречаешь и понимаешь, что вот это уже серьезная угроза. Хотя, как раз для элементалей. Помните, как отлетали у нас тоже герои халлевельные без максимальных сопротивляемостей от элементалей? Потому что магический урон, резист не срабатывает, и все. И герои уходят. Но у нее могут быть артефакты еще. У нас очень плотные. Да, есть кольчуга, есть этим. Ну, посредственно, на самом деле, артефакты. А в городе сидит просто полсотни эльфов. Отстроили город. Или нет, там нельзя было строить же город. Ладно, заходим все равно. Пятьдесят два эльфа. Йо-ма-йо. И я их снять с вышки не могу, кроме как... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ферштейн. Так, а могу я как-то их ограничить? Не знаю. Может быть... Может быть... Просто 52 эльфа меня А, вот, хорошо Они теперь уже немножечко Давайте по герой попробуем, он первого уровня Ослабление сделаем Но все равно нужно сначала Наспамить водных элемов А видите, как эльфы их уничтожают Прям Ну а почему бы тогда не наспамить Земляных А может не успеет наспамить Ворваться, типа, туда И погнали Он без штрафа еще стреляет Гад Героя убиваем постепенно Кто-то вылетает Фики вылетают Эльфы дикие Захожу к лепреконам Здравствуйте Видите, как герой стреляет Дико Минус эльф Начинаем потихоньку пробивать Вроде работает А, и героя сейчас могут убить просто Надо Перед собой кого-то ставить Или просто лечение 84 может не хватить Да не, хватит Тем более стактовый уже меньше Все, 84 хватает 30 он всего лишь снимает Почти без потерь Слабый урон Очень Да Отвоевываем наш главный замок Экспы получили Приличным Караваны идут Что у нас здесь есть? Отстроена гильдия Огненный элементаль появился Лошебное зеркало Но эти школы у меня А портал почему не могу? Тюзгрифонов, Лулужайкова Единорогов Это не могу Почему не хватает А, то есть в целом-то я могу построить Просто Просто Не хватает камня Камня не хватает Нужны ли мне грифоны вообще? Ладно, интересно же, правильно? Добираю эльфы Построим потом портал Тоже дороговасто будет И побежали Главным героем куда? Точно не шахты захватывать Можно взять эльфов Скорее всего надо идти В телепорт В правый вот этот телепорт Собрать, соответственно Навык вторичный Магический А, тогда нам нужно в желтый телепорт Идти Капец То есть надо Круголя просто нарезать Ну, чё ж поделать Грифонов я оставлю В основном Надо передать на самом деле Эльфа Эльфа в основном и героя Каким-то макаром Ну, я хочу сюда вернуться Как раз вот ради этого Этого здания Можно пустить вторичного героя Пособирать шахты Ну, взять здесь Кого-то ещё в таверне Ну и дальше Там Ламбермил Они же Всё моё Всё моё Утащили, гады Волки позорные бегают Тоже бы Прихватывать Лепреконы Тоже несчастные А, убиваться будет Окей Надеюсь Иди сюда Это, правда, нулевой герой Но лепреконы Это не самые сильные создания В игре, правильно? Ещё заплатили Молодцы какие Далее Точно, прям уверен Да, не уверен Но побежал Это раз Это два Это, соответственно Не моё Я выделяю Из этой группы Только эльфов К чёрту всё И они Побежали Как могут За основной группой Эти товарищи Возвращаются в замок Потому что Скорее всего Будут ещё поползновения Будут ещё попытки Выскочить из телепорта Захватить замок И дальше Дальше Этот побежал Захватывать шахты Всё стандартно Но основной Герой на марше Кто-нибудь Увидите этого волка Это ещё одна подкрепа Минотавры бегают Погнали Полетели И возвращаемся Взяли 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 Эльфы Очень медленные К сожалению И всё ещё волк Которого я грозился На прошлый Или два года назад Убить Он всё Всё колесит И колесит Эти выбегают Ну это караваны Просто бегали Так сейчас Казалось бы Момент опасный Момент реально опасный 50 грифонов Летающие Они ушатают Мельфу всех Одного героя Пускать А сдюжит ли он Или не сдюжит Делаю пару единичек Какие варианты Щит меня Пофиг на посох Давай Погнали Мне кажется Сейчас шотель Будет просто Этой десятку Я бы даже Отступил Пока не И возможно Него Он ведь Как хорошо Да Вот мой Эверест Опять Ну допустим Плотно Допустим Я ещё Единички Сюда Притащу Ну попробую Сохраниться Лак-лак Деф Подставить Единички Пока Главным К сожалению Надо всё ещё Вызывать Сниму ответку С волков Это проблемы Ну и скорость У меня такая Что я не убегаю Это просто Это на проблемы Проблема Лечения Нормального Нет Перевязка Не спасёт Меня Скорость Надо было Раньше Поставать Возможно Может реально Скорость Но я от грифона Всё равно Не улечу Либо Делать Элементали Которые Будут Привлекать Внимание Скажем Попробовать Вызвать Водных Элементали Потому что Они Обладают Типа Меньшей Защитой И теоретически Теоретически Могут Представлять Больший Интерес Вражеской Армии Теоретически В первую очередь Надо Ой Слабо Не Плевать Блин Ну я Хочу Этот навык Взять Ё-моё Неужели Мне ждать Подкрепу И жертвовать Эльфами А своё Приложение На андроид Извиняюсь Что засыпал Вопросами А ЛС Малкейс Наверное Кажется Прилететь Как тебе Эльф А попробую Просто С этими Ну Использовать Спецсимулы То есть Собака Никнейм Стан На один Ход Что Стан На один Ход Привет Крис Хунтер Пророй Ос Наверное Там Вызов Ос Скорость На 3 Мне Не Поможет Пробовал Но тогда Нет Тогда Нет Отвлекаешь Немель На один Ход Все Арифонов Блин Я вас Не вижу Я не вижу Ваши руки Тут Снимаем Ответ Псов Например Ну Такое Еще Рой Ос Ответка Не обязательно Снимать Ну То есть Айп Исмораль Кайф А Все Еще Они Подос А Почему Они Так Пропустили Интересно Что Что Там Было Такое Инус 3 Класс Я Зря Фейк Не Убил Я Все Рано Завязан На этих Грифонах То есть Я же Не могу Двинуться Сейчас Мы Убиваем Их А дальше Что Дальше Ты Все Еще Минус Мораль Нет Тут Проблема Более Глобальная В целом Если бы У нас Был Стэк Эльфов Да Даже С текущим Стэком Наверное Можно Попробовать Дем Они Могут Дать Тот Самый Урон Лишь Бы Их Не Потратить Ладно Давай Разб Разб Бредемся На Единички Попробуем Попробуем Закрыться Нормально Это Выиграет Там Какое То Время Может Не Тратить Время Может Все Таки Сразу Сделать Раз Дев Они На Несколько Стаков Разделились Похуже Немножечко Все Рано Лифы Подохнут Массово Просто Массово Сила Гиганта Сила Земли Подставляю Единицу Вперед Для того Чтобы Товарищи Не долетали До нас Ну и плюс Мораль Спасибо тебе Друг Спасибо Друг Надо Правых Типа Вырубать Еще Волки Позорные Подбегут А Это Снова Ты Я что-то Забыл Что у меня Тут Эльфы Завязаны Ну вот Это Проблема Так А если Мы Не будем Брать Единички Для того Чтобы Не Провоцировать Если Мы Сделаем Три Стэка Чисто Эльфы Парочка Лепреконов А волка Мы У Водим Тогда Получается У нас Будет Противников Тоже Три Стэка Один Мы Можем Нейтрализовать А Два Других Попытаться Быстро Расстрелять Расстрелять Sounds Like a plan Насколько Быстро Очень Быстро Ну Давай Тогда Сила Гиганта Раз Блин Как же Вы Встали Это Неудачно Ё-моё Но Если Сейчас Полетят Они Полетят Фейки На Эльфов То Это Конечно Ну Не Хочу Этих Двоих Ставить Надо Их Разнести Наверное Ну Грифоны Перекрыли Просто Доступ К Кислороду И Все Кто Так Делает Я Не Знаю Давай Сразу Тогда Нейтрализуем Этих Раз Два Не Хватает Волки Не Доходят Кстати Да Фейк Так Ты Сучал Раз Да Так Лучше Даже Эльф Не Потеряли Рой Ос Все Сообразили Вроде Пусть Выстрелов Так Хватит Погоди 11 Не Хватит Это Снова Ты Сучно Плохо Или Хватит По Три 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 Не Хватит Даже Близко Не Хватит Миш Время Молиться О Усталость Жесть У Что-то Я Не Увидел Усталость У Водных Элементалей Ай Молодцы Так Ну здесь Долетают Только До Элемов Пока Не Долетают До Я Будет Сюда Ушел Ну Все Кое Как С 20 Попытки Нам С вами Все Так Удалось Справиться С Этими Паразитами Нас Ждет Экспа Слава А уровень Так И не дали Так Далее Возвращаемся В гарнизон Раз Скупаем Сразу же Все Что Есть Можно Даже Еще Портал Построить Были Были Деньги Ты Захватывай Шахты Золотую Шахту Золотую Тоже Нужно Взять Эльфы Пытаются Догнать Основную Армию Нашу Волки Продолжают Бегать Я Опять Про них Забыл Повсюду Хаос Какой-то Синий Зеленый Знахарство 5 На халявочку И что же Дальше Куда же Дальше Мне Блин Идти Первый Вариант Вернуться В телепорт И начать Покорять Вот эти Синего Товарища Тут из хороших Вещей Проход А стоп Я ж здесь не был Я ж здесь не был Мне к синему и нужно Там последние тролли Вполне вероятно А ну-ка Прекрасно Мы сейчас даже Может быть Успеем соединиться С Подкреплением Эльфийским Золото Отвоевали Один волк Собрал ресурсы И был Уволен Привет Ворм Добрый вечер Завтра у нас Первое Первый турнир РЦГ Кстати На зебре Человек Бежит Очень сильно Угрожает Кстати Нашему замку Нужен ли нам Этот замок Вообще Не особо Герой там Правда Слабенький Дополнились Так И туда Нет Все правильно Туда Нам уже Через зеленый Телепорт Нужен Все нормально Без паники Давайте здесь Купимся Замок то есть Может Он не захочет Атаковать Кто его знает Захватил Может и нет Через зеленый Телепорт Прыгаем Да Оказываемся Здесь Здесь Нам интересно Что В первую очередь Тролли Кипарик Не перенесется Никуда Бутылки Не нужны Характеристики Я полезных Здесь не вижу Бихолдеров Брал в прошлый раз Но сейчас Сил хватает Чтобы Без них справиться Да Поехали Сюда Возвращай героя Тоже Я говорю Лепреконы Открепление Да Этот не может Собрать Давайте ради А какой у меня уровень 18 всего лишь Блин Надо убивать людей Надо реально убивать людей Потому что Я без экспы Я вот стремлюсь Закончить Побыстрее Эту миссию Потому что Ну вроде как Уже все сделали А смысл Если Ну Я не готов К переходу Чем дальше Чем сложнее Становится Искать заклинание Вот где Целый гигант Эти армии На самом деле Маленькие Для того Чтобы 22 Получить Здесь нужно Либо Дерево найти Какой нибудь Окучить его Либо Дать противнику Подразвиться Поднастроиться Чтобы 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 было С чем Воевать Там не так Много сильных Армий Осталось В целом Сходя из этой Логики Может быть Даже следует Например Вот Вот этих По По Убивать В замке Фигня Хотя Огнестраж За него Могут Опыт Дать Давайте Замок Попробуем Захватить Тоже Исключительно Ради Ради Экспы Там Опасный Медуз Ким У них Во-первых Бесконечные Выстрелы Ой У меня Маны нет Ой-ой Возможно Возможно Стоит Провести Орк Еще Три Выстрела Хотя 38 Это же 38 Цена 6 Кажется Армор Надели Блин Армор Надели И Посох Сняли Надо Танковать Героем Надо Танковать Героем Трындец Долго Ты героем Не потанкуешь Да Беда Все Погнали Вызываем Сейчас Надо будет Вражеского Героя Пытаться Ушатывать Потому что Он же Стрелками Меня До До Убивает Так что Давай Вызываем На последнюю ману Вот Видите На следующий выстрел Следующий выстрел Я бы уже Не пережил Герои Минус Не правда Вернулись На Да как Ты увидела Я же там Закрылся Какого Извините А все Из-за того Что у меня Стоит лук И кольчуга Вместо Того Чтобы А еще Кипарик Вот Так Надо Сделать Я же Мак В конце Концов Или Не Мак Шесть Стоимость Заклинания Представляете Шесть А здесь Два Разница Колоссальная Продолжение следует Приходится Приходится Снова Провести Этот бой Ничего Ничего Нормально Посох мага Хуже чем мой текущий Насколько я понимаю Там еще уменьшается Творение маги Существенно 50% Зайду Возьму Здоровье И урон Правда На этот ход Из-за Из-за Этого Не могу Штурмануть Прям вот Сразу Сходом Лепрекон Увольняем О А герой Там Подоспел И штурмуем Гарнизон Такой же В целом Просто Начинаю Масить Элементалей При этом Я бы Сначала Выключил Героя Попытался Неправильно Сделал Героем Вейд Сделал Вражеского Из-за этого Не добил В рамках Текущего Хода Эльфы Не справились Ну и Сейчас мы Просто Элементалями Уже Вот так Будем Бить Вот Минус 15 Эльфы Должны добить Минус Герой Прекрасно Совсем Другое дело В том числе Кстати из-за того Что они почему-то Не стали стрелять Может пытались Найти Более удачное Место Для Для стребы Волки Прикрывает Элементалей Стреляет Ушатывает Уже Просто Пачками И никого По сути Не осталось Пощады Окей Дают Нам Еще Ох Маги Природы Наверное Да Пятую Хотя У нас Нет Заклинаний Пока Маги Природы Пятого Уровня Стрелковый Был бы Практичнее Сейчас Стрелковый Их Энергии Это Удвоение Да 115 156 Очков Но Нужно Обязательно Тыкать В отличии от Массовые Убийцы Что Еще Нас Здесь Интересует Либо Мы берем И убиваем Гарнизоны Но не за Бутылки А за Опыт Второй вариант Идем Просто По квесту Убиваем Троллей И там Если мы Убьем Троллей То Скорее Всего Нас Пустят Через Эту Заставу Если Правильно Все Все Понял Давайте Побежали Сюда Сначала Щит Прекрасный И главное Гарнизон Очень Хороший Жирненький Такой Замок Правда Мой Здесь Захватывает Но Забейся Это Не Столь Принципиально Хагнар Выхожу Отдаюсь Ничего 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 Успокаиваю себя Единорогов Довольно Много Тем Не Менее Зыбучие Пески Нам В Помощь Кони Толпятся Зыбучие Сила Гигантов И Еще Песков Еще Песков Коварны Бедолаги Застряли Все Они оттуда Вообще Могут Выйти Кажется Могут Но С огромным Трудом Кто-то Скажет Что Абуз Я скажу Знаток Игровой Механики И Получили Щит Львиного Мужества У него Та же Самая Проблема Что И С Вот Еще Немножко Экспы И Фритов Мы Спокойно Убьем Мне Главное Вот Эту Парочку Нет Не так Надо Их Окружить По Кромочке Вокруг То есть Начинать Вот отсюда Так Раз Два Как Контурные Карты Как Раскраски Наша Задача Ага И вырвались Ай 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 Почти Удалось Ничего Ничего Обводи Обводи Как Тараканов Мелком О О Можешь Когда захочешь Слушай Они плотные Я рисую На Асфальте Эй 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 Кенты Прорываются Слышь Стоять Бояться Ничего Ё Моё Сила Гиганта Мне ещё плевать На силу Гиганта Если Ребята Может быть Пора Валить Да Да Не Ещё Ещё Побоюем Они решили Что с другой стороны Будет проще Вы идти Какие Наивные Звери Гидра Там вообще Никак Хотя Казалось бы Она Дитя Болот Вообще Не должна Штрафоваться По лору По лору Собираем Снова Экспу Собираем Экспу Собираем Кипарик Шлем Силы Нам Вот Его Нужно Заменять Он Нам Такую Регенерацию Даст Дикую Ну и Поскакали Потихонечку Вижу Троллей Вижу Телепорт Телепорт Не хочу К троллям Хочу Один Герой Даже Без Эльфов Как вы Видели Все Делает Так Человек На зебре Опять Захватывает Нас Тролли Здрасте Да Это Стак Который Я все еще Не собрал Сила Земли Уже Иногда Не хочется Кастовать Героем Потому что Его статов Хватает Чтобы Наносить Очень приятный Урон Все Минус Оранжевый Стало Быть Я сейчас Могу Теоретически Вернуться И меня Должны Пропустить Через Ту Заставу Но Это Не Точно Я бы Захватил Город Конечно У У У У У У У У Перед Эльфами Да Это Опасно Прошу Прощения Всегда Хотел Позвучивать Проложим Минус Герой Этот Танкует Окей Ну раз Танкует Значит Вызываем Стрелять будем Нет Нет Должны закончиться Просто выстрелы У Вот этих вот Свиней И тогда У меня Будет Уже Положительная Динамика Привет Фоксы Всем Добрый вечер Как друзья С кем Не поздоровался Сегодня у нас Суббота Немножко Изменил Я график По Сегодня днем Не было стрима Обычно По субботам Бывают Дневные стримы Сегодня съездил За город Такая погода Чудесная Но съездил Я не за погоду Из-за того Что завтра У нас Очень много Варкафтов В том числе Вечером Ближе к вечеру Рцг Первая из четырех Квалификаций Мы завтра Узнаем финалиста Кто поедет Во Владик И Так все Эти уже Отстрелялись Хорошо Дальше Дальше Я бы Начал уже Потихонечку Стреляться Но это Не обязательно Сейчас надо Вызывать Просто этих Уже Водных Элементарий И Закидывать Медузок Медузки Имбовые Ой Ну медузки Начинают Тоже Все еще Продолжают Точнее Стрелять Надо их Тоже Спрятать Водных Элементарий Вот так Подставить Земляных Земляные Самые Плотные Просто Но Выглядит Очень похоже На имбу Друзья Просто Очень похоже На имбу Погнали Один человек Заход Вызывает Миллион Людей Самых Разных Причем То есть Хочешь Таких Хочешь Сяких Разные Цели Разные Задачи Все Просто Дальше Прорываемся Потихонечку Даже Наверное Земляных Лучше Добрать Да Пойдут Враги Там Нужна Плотность Кошмаров Вижу 15 Просто Нано А я достану До них На Отлично Открыто Стреляй Раз Стреляй Три Четыре Стреляй Пять Блокируй Шесть Это ли Не чудо Изя Ах ты Гад На уровень Так и не дали Дали атаку Дали экспо Немножечко В городе Здесь В округе Статов Я не вижу Замок Захватили Что делаем Дальше Дальше нам нужно Каким-то макаром Пройти Вот Аж Сюда Быстрого Способа Это сделать Я не вижу Да Мы прыгаем В синий Телепорт Он нас доставляет Скорее всего Сюда Мы можем Взять Какое-то Подкрепление Из эльфов Из главного Здания Но в целом Ну и да Нам нужно Сейчас пройти Будет Почти по всей Карте Снова Собирая По возможности Уровень Ну просто Чтобы дотянуться В идеале До 22 В идеале До 22 Я только эльфа Возьму Хотя это тоже было Не обязательно Все поскакали Путь не близкий Но есть возможность Не только собрать опыт Но и посмотреть Может быть где-то Я что-то все-таки упустил Может быть Кого-то Я все-таки Ну где-то статы Не собрал Добрый вечер Монтес 82 В личке только написал Мне ничего страшного Добрый Вечер Можно вопрос? Можно Ну просто Ты можешь Тыкнуть на стрелочку И обратиться Тогда в этот В чат Сейчас ты просто Личные сообщения пишешь Так здесь мы взяли Здесь можно Ради экспы Зайти Да Видите как Приросли люди Это уже другой уровень Вызываю Земляного элементали Пытаюсь пока Подвлочить Так Подвлочить Сяк Вот Земляные элементали Хороши тем Что Ты один стак вызвал И против некоторых юнитов Которые атакуют Например Базовыми заклинаниями Ты уже Довольно Серьезно Решаешь Вопрос Сейчас главное Шальную не словить В эльфов Какой-нибудь выстрел А так Все Under control Как же классно Блочат Да За них Довольно Количе Должны Экспы Дать Да 20 уровень Рукопашка Нет Защиту Не хочу Пока что Давайте Магию Природы Пятую Пятую Возьмем Здесь тоже Бихолдеров Пачечка И заклинания Которые не нужны Но опять же Я действую Исходя из того Что можно быстро Получить Кучку Кучу Экспы По аналогии С прошлым разом Ставим блок Даже на героя На основном Не обязательно Такой блок Ставить У меня там С сопротивляемостью Тоже все хорошо Могут На ГГ забанить За стрим По закрытой Финалу Лиги чемпионов По футболу Если пролетит Страйк туда Хотя я думаю Что даже Без страйка Модер Могут забанить Этот вопрос Лучше модераторам Задать Потому что я Не являюсь Модератором И точно Правила не знаю Потому что Разок я сказал Что у нас Можно стримить Аниме Оказывается Нельзя Поэтому Лучше Лучше спросить У модераторов Это опасно Потому что Справа Человек У меня Почти Уже Эльфов Обошел Что имеешь Против Аниме Ничего Что я Дурак Против Аниме Что ты имеешь То сразу Начнется Вы же Я знаю Воины Те еще Антимагия Есть Ну что Двигаемся Потихонечку Да А по какому пути По центральному Или влево Возьмем Левый Подлиннее Но здесь Можно Посражаться В замках Я думаю Да Надо идти Сейчас Через более длинный Но более эксповый Жирный путь В конце концов Нам еще два уровня Взять надо Если мы по пути Встретим вражеских героев Которые часто сидят В замках Кстати Я же могу сейчас Даже пробовать Уже Одним героем Штурмовать Замки на автобое Я же автобой поставил Не? Не? Не видимо Сохранился просто Быстрый бой Но именно одним героем Потому что я уверен Что эти отлетят Эльфы Изи Птицы появились Но птицы очень Очень слабенькие Да Давайте с целью Экономии времени Учитывая Что бои Довольно простые Да и здесь Ты должен выиграть По идее Просто один герой Шатает Бегает герой Шатает Изи просто О Это уже жирно По экспе Да Я думаю Сейчас мы 21 набьем По пути просто Серьезно Проиграл На самом деле Там 50 грифонов И я скорее всего Был бы даже без Ну я Без подкрепа Был бы не справился Да точно Уверен Ну че тут 50 грифонов Это проблема Да ладно Да не 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 Ну ладно Тогда давай Давай Соберемся Силами Не делимся Позиция Аховая Сила земли Защита Раз Два Рой Ос Ну ё-моё Ну кто Кто Так Во-первых Я встал Хреново Ну я встал Нормально Просто Просто формация Поменялась Когда я Мерец Понимаете Вот так Долго Ищу силу Гигантам Сдаем Единичку Раз Дальше Рой Ос Пес Два Рой Ос Три Четыре Рой Ос Пять Шесть Рой Ос Семь Восемь Рой Ос Девять Десять Рой Ос Одиннадцать Двенадцать Ну вы поняли Рой Ос Тринадцать Четырнадцать Ой Не убой Тонщин с атаковать Нет Не будет Прекрасно Прекрасно А Скил Или Абуз И очень много Эксп Уже Залюзи Артифакуза Гидро Инвестри Не иллюзи Начи Каждого Боя Четыре Такое Моя задача Вот сюда Прибежать Здесь мы Все уже Собрали Сюда Бежать Слишком Далеко Поскакали Но мне Обязательно Замки Отвоевывать Кстати На меня Бегут Уже В основном Замки Чтобы избежать Сражения Желательно Бы Затариться Товарищ Какой-то Очень Назойливый Надеюсь Он не будет Атаковать Передумал Бывает Такое Хотел И передумал Фениксов Не трогаем Надеюсь Меня сейчас Пропустят Да Когда вы Подошли То вошли В башню То нашли Башню Опустевшей Широко Распахнутыми Воротами Эти орки Явно Почуяли Что теперь Могут Убежать Хотите Пройти Да Такое У меня впечатление Что У 20 уровня Орк Что-то в горло Попало Что-то Властецкое А может И нет Ваша Соколиха Ветерок Вернулась Из одного Из своих Разведывательных Полетов Соколиху Нам подогнала Наша Симпатичная Эльфийчка Это Сокол В подарок Присев на Вашу Руку В перчатке Она взволнованно Кричала Хлопала Крыльями И больно Стискивала Клювом Ваш большой Палец Через кожу Вы знали Что она себя Так ведет Когда опасность Рядом Но раньше Она никогда Не причиняла Вам боли Взмахом руки Вы согнали ее И извлекли оружие И тут Лорд Тролль Со своим Войском Вышел Из ближайшей Рощи Так Следопыт Блин Ратное дело 300 хитов Капец Он жесткий Да ладно Что мы там Что Вообще Без шансов Сначала Я Огораживаю Троллей Оп Дальше Я Стреляю Патролем После этого Я делаю Еще Одну Такую Замазочку Что здесь Видите Какая Плотность Что это Такое Зубучие Все Правильно Пять Раз Два Так Вот Гадим Они решают Что с другой Стороны Пройти Будет Проще Да Похоже Что Так Ну Я Добавлю Здесь Им Тогда Немножечко Этого Отстреливаем Оп Можно Добавить Элементарий Чтобы Простелить Врага Не работает Видимо Отсутствует Вижен О Какой он Жесткий Видели И умер Тролли Как и положено Троллем Регенерируется После каждого Хода Полностью Но Учитывая Что мы По пять По шесть Вырубаем За Выстрел От фигня И у него Судовой Журнал Этот артефакт Увеличивает На 25% Дальность Перемещения По морю Куда это Меня посылает Но это Явно Еще не все Видите Палатка Ключника Победа Воскликнул я Когда упал Последний Тролль Моя миссия Завершена Наконец Я смогу Выбросить Эти дурно Пахнущие Тряпки Как бы не Так Я чувствовал И вернуться К Шаэре Но когда Я прохаживаясь Мимо трупов Ветерок Сидевший У меня На плече Вцепилась Когтями В тело Она тоже Его слышала Она не казалась Он не казался Угрожающим Поэтому я пошел На этот Жалобный Звук Вскоре Я самонадеянно Оторвался От своего Войска И оказался В небольшой Рощице Жалобный Мяукающий Звук Становился Все громче Пока я не увидел Огромную нору На склоне Холма Тигриное Логово Элвин Идиот Ты туда Не полезешь Сказалось сам себе Но я был Настолько Недисциплинирован Что не слушался Даже собственных Приказов Я медленно Вошел В огромное Логово Пару мгновений Помедлил Чтобы дать Глазам освоиться С полумраком Но царивший В нем Запах Я даже Нацаривший В нем Запах Я даже Не обращал Внимания Поскольку Сам разгуливал В штанах Обмоченных Тигром Это помню В начале миссии Вскоре Я нашел Источник Печального Рева В глубине Пещеры Крупная Тигрица Свернулась У стены Она открыла Глаза Посмотрела На меня И кажется Несколько удивилась Обнаружив Перед собой Эльфа Я думала Ты моего Племени Сказала она Нет Только штаны Усмехнулся я Но тут же Поняв Поняв Что для шуток Возможно Время не самое подходящее Я спросил О чем ты так горюешь Тролли тебя обидели Тигрица вдруг зарычала Задрав голову К своду пещеры Тролли Они всего лишь Всего лишь Досадная помеха Что ж я читаю Так хреново Досадная помеха Так вот С кем я сражался Все это время Тогда что же А когда она поднялась Стало видно Маленький Неподвижный комок Который Она Да то ли Обнимала Тигрица Ткнула носом Своего мертвого детеныша Мертворожденный Сказала она Уже два года Как во всем лесу Не родилось Ни одного Живого тигренка Мы не знаем Почему и как Это происходит Но в своих снах Мы Тигры видим Как некая злая тень Прячется в подземелье И пожирает наших детей Тигрица склонила голову И бережно Ухватила своего мертвого Детеныша зубами Она медленно вышла Из логова Я за ней не последовало Это было неуместно Но когда ветер А когда вытер Слезы со щек Я понял Что все это время Заблуждался Как сказала тигрица Тролли Это всего лишь Досадная помеха Смерть тигрят Вот их И величайшая Трагедия Ребята Тигрятам Нужна наша Помощь Палатка И спускаемся В подземлю Вы набрели На выщербленные ступени Вот это Настоящие Враги Пошли Ё-моё И возможно Здесь мне понадобится Подкрепление Подземный мир Ну просто посмотрите Тут 20 демонов Ладно это отребье Но вот 20 дьяволов Противакт Тело атаки Всем урон Иссу Так А может мы как-то Все-таки потянем Хоть какую-то Подкрепу Оставшуюся Все не так просто Так даже дойти Не могу Да Ну это так На На случай Важных переговоров Ну что С Богом Едва я вошел В пещеру Мне в ноздри Ударила Такая вонь Что заглушило Даже запах Тигриной мочи На моих штанах Я едва Не задохнулся И закрыл рот И нос рукавом Но это мало помогло Что за зловоние Воскликнул я Одна из моих спутниц Ууу Стояла рядом со мной Над пальцами Зажимавшими ее нос Я увидел глаза Полные ужаса Смерть Сказала воительница Она так сильна Что нужно ступать осторожно Запах слишком силен Для одного трупа Даже без этого предупреждения Я бы не сунулся Вглубь этого туннеля Не приняв дополнительной Меры предосторожности Воздух был прохладным Стены сырые Гладкие и скользкие Поверьте Меня не радовала Перспектива провести В этом месте Хотя бы час Не говоря уже о днях И неделях Которые могут потребоваться На поиски прохода Обернувшись К своей маленькой армии Блин Правильно Что мы тут Не подкопили Мне очень нравится Повторюсь Эта четвертая компания Уже Пока что Самая любимая Из Из Потому что здесь Как будто Либо переводил Другой человек Либо писал Другой человек Но судя по всему Писал один и тот же Как в чатике говорили Значит видимо Дело в переводе То есть тут Хорошие обороты Хороший текст Приятно читать Обернувшись К своей маленькой армии Я скомандовал Каждому пятому Зажечь по факелу Я смотрел На причудливые тени От первого Зажженного факела Разом Занявшегося От огнива И тут На нас напали Нас Они поджидали нас Затаившись во мраке И с недаймой Жаждой убийства Слова С недаймой Понимаете Ну вот Так Ну вы что Ребята Я надеялся Что нечить Будет как 20 скобочек 30 А что там А я сказал 20 Да Да Я сказал Часть летающих Они должны Разваливаться Я думал Да Ну хорошая новость В том что Ай Хорошая новость В том что Мы явно Получим необходимое Количество Эксп Раз Два Три Четыре Пять И ответка есть Там видимо Была какая-то Особенность Да Опасность Постригает Наш на каждом Шагу А захватывать Замки будут Надо сейчас Сохраниться На самом деле А то вдруг Выяснится Что без Подкрепления Тут невозможно Будет пройти ГГ-1 Запомнили Записали Зелье прочности Зелье мага Лечебный отвар Палатка Вааа Ну что будем Пытаться их пробовать Уже 31 Пока я там ходил Уже 31 Ребята Плодятся На глазах Да неприличие Быстро Да эти просто Перемещаются По всей карте Их не остановить Их только роем Ну ладно Давай сроем Получим Попробуем Так же как с грифонами Мне кажется Мне урона не хватит На эльфах Извините Да какой Отставить мораль Хватит Слышишь Не надо Не надо Не надо Пожалуйста Без морали Да иди к черту Почему Почему Вилки в глаз Попробуем Обмануть рандом Но они могут Разделиться О Изи Так бы сразу И сказали Рой Ос Бзз Бзз Еще раз Бзз Мне кажется Не хватит стрел Для того чтобы Справиться Со всем этим У-у-у-у-у! Михаил Владимирович. Вы рыбак? Не, ну имеется ввиду вы тут даже с с мелкими паками не справиться. Не справиться. Так, ну хорошо. да давай сейчас на еще и и да 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 ой все они забрали весь мой улов кстати давайте это самое раз раз мы вспомнили рыбу кто-нибудь может поставить рыбу ну то есть скинуть ссылочку на рыбу наверняка кто-то слушает сейчас нежити демоны оброняющие эти туннели так хорошо организованы что наверняка является частью более крупной армии к счастью к сожалению этих существ бесполезно у меня причем видите к сожалению я сказал к счастью это очень очень правильная трансформация картины мира этих существ бесполезно допрашивать они не чувствуют боли поэтому я по-прежнему не имею ни малейшего представления об их вожаке кто бы он ни был блин это и это еще не вожак но кто бы он ни был я чувствую что это он повинен в недавней эпидемии рождение мертвых белых тигрят вы рождение рождение мертвых белых тигрят все правильно так музыка уходит и вместо того чтобы слушать депрессивную музыку мы слушаем что и о массовое проклятие смогу выучить сейчас магии круги смерти как на прошлой неделе они забрали весь мыло генерал иногда им не хватает еды а это снова ты рыба ты рыбак он рыбак рыбак итак пойду-ка я в кабак рыбак ты рыбак давай подожду и он Он был рыбаком, но, на мой взгляд, рыба. Болезнь. Он слишком зазнался. Интересно, как ты догадался. Именно так. Ох, хорошо. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Иногда им не хватает еды. А-а-а, это снова ты. Здрасте. Рыба. Капец, как мы. Вообще, я без шансов. Ты будешь принят в наши ряды. Кажется, это было сотни лет назад. Но этим делом занимаются маги воды. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на плохое тело. Иногда им не хватает еды. А-а-а, это снова ты. Короче, друзья, если здесь такие гарнизоны, я должен возвращаться назад и зачищать всю карту. Точнее, избавляться, по крайней мере, от тех людей, которые... Сто процентов. Ну, то есть, это... Это уже для меня очевидно. Он рыбак. Рыба. Итак. Я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Ну, потому что... Ну, и делать подкрепку хорошую, брать. Потому что... Ну, тут не справиться. Потому что карта здесь, видите, под землей большая. И я даже первые стаки убить не могу. Надо сейчас вот этих все контролить. Возвращаться, убивать. Не как бы иначе. Левый верх не захватили. Тут бегают, прыгают, гады. Да. Справа. Не наш замок. Здесь тоже не наш. Привет. Крэк Сафаэр. Стихо. Стихо. Да. Ничего. Было, конечно, сделать это... Действовать более последовательно. Уничтожать противников. Но, понимаете, я отталкивался... Я же первый раз прохожу. Я отталкивался от той информации, которая у меня была. То есть необходимо убить троллей. Все. А оказывается, тут еще волчков надо спасать. И потом еще с демонами сражаться. Точнее, тигрят. Сектин подписался на премиум. Спасибо, сектин. Так что моя задача сейчас маршем пройти. Маршрут у меня есть. Маршрут построен. Заодно мы получим, соответственно, два уровня, я думаю. Хотя уже про уровни можно не переживать сильно. А что мы, если не получим уровень... Так, альф лучше. Здесь то точно получим его под землей. Там такие толпы сходят. И вот она тоже говорит. Понимаете? Хорошо. эльфа убила меня она паскуда чему про атаковать что ли в лаву и сам впечатление что из-за гарнизона просто если атакуют то безответно атакуют может поэтому прошлый раз такая тема была ой ошибка давай все таки ос сделаем сегодня держали за руки а сегодня вообще романтичные темы не дошли до романтичной темы к сожалению не дошли просто мы помогаем тигрятам проверяем отстройку в замках которые отвоевываем на шахты на захваты я не буду тратить время а если способ быстренько отсюда метнуться куда-то а куда тебе все равно центр надо бежать быстро не быстро как получится как получится подтягиваем подкрепление нужно ли подтягивать подкрепление нужно ли собирать ресурс нет ресурс точно нет шахты можешь забить на шахты это конечно хочется взять можно этих губернаторов поставить если мы найдем нормальных не продаются губернатору правленцев хороших нет докатились штурмует вот гад все-таки гад штурмует да у наш главный замок штурмует дом подчеркивание степка поддержал вашу степка спасибо и сообщает привет меня не это самое не дошел до 12 львы эльхэль и затрапешу начало уровня перед входом стоят три пака демоны с косами големы оба стенками не отгораживаются третий пак те твари что отпишаться от получения урона к тебе выйти нельзя накидываю поляну болтрепов пулится 38 человек да привет мордором передаем за проезд такое бывает не расстраивайся просто у тебя умер персонаж его нужно перее переиграть мне нужно по крайней мере закупиться в в главном замке хотя бы закупиться в главном замке чтобы под это не скупил противник деньги то есть вообще нужно во всех замках скупиться не скупиться и скупиться надо погнали и грифон полетел я боюсь что он опять побежит ушатает мне эльфов закупаем армии уже такую ту которая пригодится скупаемся здесь что здесь не особо то я искуплюсь ну что это такое что сам виноват ты же увел отсюда подкрепление правильно сейчас ты уже не вернешься бывает михаил не раз главное не расстраивайся отличный ход сейчас сделаем он нападет убьет мне по крайней мере ему это армии не достанется грифон спрыгнул фиг спрыгнула эльфы забрались вот нам сто двадцать сто пятьдесят шесть фей валорин ну вот этот замок мы отдаем короче нам нужно сейчас блин пропутешествовать по всем сэкономил время называется ну я ж не знал я ж не знал что тут такие задачи глобальные я ж не знал привет таксиминер таксиминер пропускаю ходы просто может автобой давай отдыхаем где там чаек смотри и получай удовольствие от того как тебя убивают как быстро и изящно компьютер с этой задачей уж точно лучше тебя справляется проиграли жаль иные пещеры в этих подземельях подземных владениях настолько высоки что я могу выпустить сокола шаэры ветерка полетать и размять крылья но с тех пор как мы вошли в эти туннели птица погрустнела и затасковала думаю мне тоже как и ветерку не хватает пабджи а не хватает неба над головой и кто бы мог подумать что я стану скучать по лесам это ради прироста исключительно вернулся короче давайте в центральную нет давайте лучше сюда побежали как-то отвоевать нет по замкам надо сесть сесть по замкам это тоже не твой у тебя три замка осталось всего лишь я тут все захватывал понимаете все захватывал все эти вот владения были мои а сейчас из семи замков подчеркивание степка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает до этого еще и подстава была что гризвольд был со старта открыт проход передомной но я там вдоль стеночки прошел кстати мордор вроде подтянул рандом на трапешу мне норм падали ловушки с восьми по одиннадцати льве львы полы шесть ароу и болт трипа в четыре уроня два на урон прокнули попробуй сам увидишь не 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 то что падает это одно дело то что урон у нее ниже стал это это другое таверну здесь не взять может синий сразу вернуться и захватить замок этот то я удержу а там начну да давай сюда сразу прыгаем тут беру базово базово все чтобы защититься от щегла грифона сюда сажаем этого ориентировочно на подкрепом сейчас мы быстренько прыгнем в центр возможно взять героя пес охренел мой замок сейчас будет брать справа но он не особо мне нужен окей прыгаем раз пес проиграл иду отвоевывать наш основной замок иду отвоевать в первую очередь нужен прирост ой 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 прикрыть под крепу или нет ой Как жалко ее, как жалко. Но я не знаю. А так не достану. Достаю. Давайте, прикрываем. О, проиграл. Компьютер. Хорошо. Этот замок хрен с ним. Вообще нет, вообще нет. Ни с каким замком ни хрен с ним. Но уже поздно, ты не... Нет, это сохранился. Хорошо, ГГ сохранился. Закупи здесь кого-нибудь. Просто возьми, купи. Там что, у тебя денег? Вагон. Ты можешь себе позволить все. Посмотрим, справится он или не справится. Сторгок 707 поддержал ваш канал. Так, Сторгогич. Рассказывай. Наши ворона. Да, это с эти соблазны, блин. Человек на зебре уже мне тут угрожает. Нельзя поддаваться. Надо защищаться. Все-таки меня штурманули, да? Правый низ захватили. Ну что, время штурмовать наш родной замок. Изи. И 21 уровень. Не хочу. Защиту погнали. Поют. Стараются. И при этом надо сейчас идти и отвоевывать. Зеленый-зеленый, синий-синий. Начать, скорее всего, надо с синего. Почему? Не знаю. Потому что до него ближе, наверное. Или нет. Зеленый ближе. Да, зеленый. Ну, зеленый, то есть синий. Все правильно. Не перепутал. Здесь возьму героя. Всем фиро поддерживал наш канал на 100 рублей и сообщает. Миша не здорово. Привет. Всех тебе благ. Спасибо большое. Спасибо за контент и в основном языкском. Икс чем. Икс чем хорош. Да. Икс чем прям такой, что хочется взять и еще пропасть на 2 месяца. Так, это подкрепление, которое убивается, слава богу, Алеминга. Главный герой у нас поскакал. Но нужно опять же попить, потому что мы добавили людей. И наша мобильность снизилась из-за этого. Тут берем нычку эльфов. Попутно собираем шахты. То есть моя задача сейчас просто вот убить зеленого и убить синего. Точнее в обратном порядке. Сначала синего, потом зеленого. Чтоб они там не гуляли. А то разошлись. Опять стоп на зебре. Ну, ё-моё. Раз. Тут посерьезней, товарищ. Давайте сохранимся. Здесь грифонов. Ладно, хрен с тобой. Золотая рыбка. Герой может направлять закрепление магия рожажа. Создание артефакта. Нужно закрепление стрелы. И караваны придут. Погнали на нижний замок. Тут захватили. Тут идем захватывать. Это моя уже захваченная. Где там атака сейчас будет? Это просто подкрепление. Вот атака. И он прям захватывает. Ничего не потерял почти. Едва ли моей динамики хватает. Речь не поддержал ваш канал на 120 рублей и сообщал. Привет, Рико. Михаил, привет. Здравствуйте. На прошлой неделе вы в Челябинск прилетели. Сказали, что прибыли на благое дело. Иногда они посещают крупные чемпионаты. Михаил, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Фыва, синий пиджак? У него синий пиджак. Итак, я чувствую, как энергия ГГ не знает преград. Отдельный тебе привет, Риком. Грифоны отдаются, кстати. Убили серьезного товарища. Освободили героев. Ну, надо сейчас подумать, что делать вообще. Как быть? Как мне быть? Резко возвращаться и бежать на... На зеленого. Я вернусь вот через синий ТП. Потом сюда. Или пытаться дочищать. Здесь мелочь. Мы это, скорее всего, сможем сделать при помощи местных армий. Наверное. Но это не точно. Это вообще не точно. Здесь идем в шахты, захватываем. Пока я вижу, что только подкрым... Не надо, не надо! Просто минус замок опять главный. Охренеть. Как же они бесят-то, а? Своими захватами и бросками. Опять зебра меня тут обидела. Не, конечно, возвращаюсь. Конечно же. Но сколько можно терпеть? Тут беру героя. Делаю закупочку. Героя причем нет. Только одного героя беру. Он собирает шахту раз, шахту два. Здесь закупаюсь тоже, чтобы... Ну, нельзя было так просто захватить опять же. И пытаюсь снова сейчас штурмануть, отбить свой главный замок. Раз. Двас. Хорошо. И снова мы дома. И снова... Грифон не выжили. Ну, теперь по логике надо идти к желтому. Здесь героям... Делать разведку плюс собирать нычки. Ну, сюда уже идет главный герой. Тут необходимо позахватывать шахты и, может быть, все-таки взять какую-то базовую армию и пособирать вот этих вот подкреплений, которые бегают здесь. Дом, подчеркивание, степка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщают... Куда это не бегают? Я напишу опять тут. Так. Байт на игнор чатика прошел. Ну, ты сам для себя. Признайся, что раньше она очень сильная была. Ты на турге, а не на хороре даже. Бежал как ненормальный. А сейчас стала почти непроходимая, как почти все персонажи. Не так изи уже. Я в тебя верю. Ну, не знаю. Может быть. Я-то не разбираюсь, что. Я не помню, что было. Помню, кидал коробки. А дальше как... Как... Просто как в тумане все. Так. Так, этих лопухов... Сейчас быстренько по пути соберем главным героем. Он уже 21-й. А здесь щеглом будем собирать. Раз. Два. Медленно бегает. Хотя перчатки всадника есть. Сапоги при вмещении тоже нормальные. Поехали собирать мелочь. И здесь надо отвлечься на центральный замок еще. Этих убить. По сути, осталось три замка. Синего остатки. Да, достал. Не сделал закупку, меня захватили. Здесь убьем мелочь. Захватим шахты. И это должно помочь, типа, синего добить. Все, видите, не напал в этот раз. Так, идем мы на левый замок сначала. Он вроде как тупиковый, а потом уже в центр. Или как? Наверное, да. Сначала на левый замок. Передаем от этого героя пять эльфов. Мелочь, а ему все равно с ними делать нечего. Оставляем его здесь на разведке. Этот собирает одну подкрепом. И идет, наверное, сюда собирать подкрепление. Ну, то, которое вот-вот бежит. Хотя это синие, но... Нам как раз синие нужны. Погнали. Незначительные потери. Сейчас мы идем... Да, обратно в центр, получается. Здесь находится вражеский герой. В этой кампании двух героев качать нельзя, чтобы они проходили... Ну, конкретно в этой миссии нет. То есть здесь только один герой. Перейдет дальше. Скачем. Пока тут я за волками буду гнаться. В то же время проходит. Копятся долгие такие просто пробеги. Сам виноват. Если бы я изначально знал, что... Моя задача выходит за рамки... Описанных... В... В задании. Я бы, конечно, действовал по-другому. Так. Дальше. Дальше берем героя. Этим проходим... Захватывает центр. Этим охотимся на волка. Отлично. Синий минус. Синий минус. Наконец-то. Блин. Синий минус. На радостях я... Увольняю пацанов. Отлично. Всех увольняю. Пусть могилка тут лежит. В память о синем. Ты захватываешь эльфов на следующий ход. И побежали кентавры такие. У-у-у-у. Сейчас мы с копьями. У-у-у. Надо сейчас зеленого излавливать. И захватывать два... Два замка. Начнем с правого. Потому что слева только один герой. Замка-то у него больше нет. Пускаемся в погоню за... За подкреплением. Которое тоже долго может морочить голову. Как тот волк. Помните? Это собаки. Стоять. Нет, нет, нет. Да. Сколько? Опять дофига. Что за люди? Все просто по кругу опять начинается. Так, одолели подкреплением. Ну, я здесь могу опять не сдюжить. Я, конечно, затарился. И здесь тоже надо этого... Хоть как-то. Нет, здесь нормально все. Ох, как меня они достали своими, блин, вылазками дерзкими. Хрен убьешь. Вот захочешь убить, не убьешь. Грифон победил. Так, это... Это мы отбились, да? А тут мы проиграли. Ну, понял. Опять нашу столицу захватили. Да вы достали, да вы... Вы достали, достали. Прыгаю в портал. У нас опять вакантен один замок. Ну, в смысле, для... А таверна там есть, кстати, в замке? Можно глянуть? Нет. Прячемся тут. Такое впечатление, что Элвин мог походить. Так, выиграли. Сейчас отдастся зеленый на нем. Это подкрепление идет в телепорт. Этот ход пытается уйти. Хрена с два ты уйдешь. Я за тобой приду. За тобой, за твоей семьей. Передвижение раз. Убили два. Самое главное сейчас отвоевываем наш главный город. Изи. Так. Не без потерь, не без проблем. А там все это время демоны прирастают. Вы же помните? Я снова оказываюсь... У меня все замки захвачены. Это хорошая новость. По сути, единственная на данный момент хорошая новость. Что делать дальше? Ну, дальше надо главным героем идти уже под землю. Здесь выходим. Убиваем. Где-то еще терлись барсуки, помните? А, вот они. Ну, ничего. Закупаем армию. Выходим армией. Без героя даем лилей. Еще кто-нибудь? Поблизости не вижу. Пять коней. Дерзко. Дерзкие кони. У меня серьезные подозрения относительно того, что я... Как я буду вообще сражаться под землей? Потому как... За эти там три недели они еще приросли. Еще, блин, кентавра вылавливать одного. Тремя группами. Ну, ребята, ну это не серьезно. Кентавру так не кажется. Так, ну что, Элвин? Первое, что делаем, это... Берем... А у нас есть караван-сарай куда-нибудь вот сюда вот бахнуть, нет? Есть. А это выход. Давайте попробуем. Берем все, что у нас есть. Закупаемся по всем замкам. Начиная с основного в том числе. Там мелочевка, но все равно закупаемся. По очереди. То есть здесь закупили, тут закупили. Все закупай просто пачкой. Раз. Здесь закупаем пачкой. Два. Тут на самом деле хорошие есть люди. Типа... Столько сарей, да? Ну, типа вот этих вот. Огров. Загон можно было сделать. Прирост был бы космический. Тут нет смысла затаривать. Тут только кошмары. Далее. Мы берем и создаем караваны. В караванчик отправляем в первую очередь... Да, только хрен ты отправишь, потому что там... Все, видимо, перезаблокировано. А-а-а-а... Черт! Извините. Ну, а хотелось. Что, придется ручками все это делать? Ручками так ручками. Погнали. надо бафнуться здесь главному герою передаем войска здесь конями тоже ищем кентавров я же помню что они здесь были пропали видимость сиганули за пределы этого присоединяемся так грифоны полетели с подкреплением вниз сами на кого-то напориться сто процентов из замка я не вы нет вытащил то есть левый верхний замок все взяли этот не трогаем отсюда вытаскиваем раз два три но это реально мелочи присоединяемся сразу к извините неважно кому есть пока не трогаем да да он же успел прыгнуть сюда подлец выдвигаемся на поимки кентавра потому что пока он бегает зеленый жив тут преграждают явно путь хотя пока не вижу кто он есть присоединяемся готовим объединенную армию которая будет способна воевать против против демонов армии демонов по сусекам скребем прячем тех людей которые нам не нужны элвин идет дальше сейчас к нему из этого замка должны выдвинуться по крайней мере раз два три 4 такая вот интересная группа кентавр меня просто по всей карте вводит вводит за нас кент еле-еле успеваем все-таки до героя добежать а чё не получается то они достаточно времени понимаю понимаю не этих без шансов догнать просто просто забейте пусть он бегает да не хочу чтобы он бегал я хочу чтобы он умер ну тогда тебе нужно и здесь организовывать операцию по поимке кента получается так тут мы присоединяемся но все не помещаются поэтому увольняем так и берем с артефактами там еще кентавр бягать надеюсь это последний зеленый вроде замков нет тут присоединяемся увольняем радужного пони ловим сверху еще подкрепления можно подождать этого берем в кольцо ну и куда же ты убежишь давай давай не хватает ходов ок попался нет это не весь синий всеraw in идиот за последний подкреп и точнее не он самый а здесь просто покупаем та много там очень много беру сразу 20 грифонов а-о-о 35 эльфов а у и волков а еще возьму у По пути еще бюро эльфов. 17 штук. Прячемся здесь в замок, чтобы не мозолить... Не мозолить глазам. К нам присоединяется последнее подкрепление. В результате что у нас есть? У нас есть 175 эльфов. 36 грифонов. Вот эти вот хорошие стреляющие ульи. Погнали. Но не забываем, что прошел месяц. И вместо 31 дьявола там скорее всего сейчас будет аж 40. Но учитывая то, что в прошлый раз у меня было 80 эльфов. 42, да, изи. Динамика, как говорится, положительная. Избавились от барсуков. Вот этих вот всех. Но все равно не совсем понятно, как убивать. То есть нам нужно выделить 3 стака. Я думаю, это эльфы. Эти и эти. Таким вот образом. Ну, для того, чтобы не было двух групп дьяволов. Победил. Подождите, какой автобой? Не-не-не-не-не. Подожди. Подожди. Тут есть же магия сильная. Погоди. 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 Не кипишуй. Рой ос. Оп. Ну. Блин, эти встали. Перед дьяволами. Это конечное. Но я не смогу скастовать рой ос. Это просто... IQ 200 от компа. Да. Ну, так и будет. Не, погоди. Ты можешь сделать рой ос. Но вывести, скажем, эльфы сюда, чтобы к ним пошли. А, тут, кажется, тупик. Поэтому никто никуда не пойдет. Ага. Ага. Очень интересно. Давай с другой стороны нападем. Много поменялось. Ну, как бы не очень. Какие варианты? Какие варианты? У них там перемещение просто 50. Ты его никак не остановишь. Ну... Да. Ну, так. Блин, что за... Я думаю, что надо рандом как-то поменять местами, ребят. Реально. Потому что в прошлый раз было по-другому. Ничего не знаю. Серьезно? Точно? Ну, это как понимать. Ваша шметь. Ладно, давай добавим просто еще один стэк. Добавим грифонов с надеждой на то, что... Они просто встанут по-другому и все. А демоны не разделятся. Игрок зеленый уходит из... Я очень рад за него. Так, ну, а как эта ситуация-то поменял? Ну, я теперь могу, типа, вот сюда вот пройти. Если он может пройти там, то да. А если нет, то нет. Рой ос. Блин, то же самое будет. Ах, Ваша шметь, Машу, а? Почему в прошлый раз этого не было? Какого хрена? Почему как, 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 как? Да он летит просто в следующий ход. И меня шотает там весь пак. Или герои. Ну, явно нужно что-то делать с... Даже не с количеством стэков. А с местоположением. Давайте, ладно, чуть левее, чуть правее уйдем. Какая разница? Они же все равно будут сдвигаться туда. Так, ты его все равно не увидишь. Или увидишь отсюда? Не увидишь. Не увидишь. Вот это хитро. Что делать? А если сам подойдет? В смысле, он летит в любое место и шотает на героя сразу с первого хода. Можно сделать единички с хорошей инициативой попробовать. У него инициатива не такая, вроде высокая. Если он не моралится, то все ок. И заблочит. Надо до хрена все ублочить. Не знаю. Еще можно подойти в рейндж атак, чтобы сами напали. У него рейндж максимальный. Но они как бы мне не обязательно нужны. Давайте попробуем на следующих. Там, правда, тоже ребята непростые. На желтые точки. Так я же делал так. Я проверял разные точки атаки. Вы что, не видели, как попытки? Я и сверху подходил, и снизу подходил. По-разному подходил. А, типа, чтобы они вышли. Да, вы правы. Хороший совет. Спасибо за него. И это нам помогает. Сделать так, что они не... Ах, какой мисклик! Какой мисклик, Михаил! Михаил! Красава просто. Вот дебилушка-то, а какой. Да. Дорастыряем, конечно, просто. Причем с мумии надо начинать. Они быстрее ходят. Хорошо, что не заблочили в этот раз. Я подошел эльфами. Да этими тоже бы подошел. Ну, иначе... Вы же понимаете. Но мне за них должны сразу уровень давать. Максимальный, причем уже 22-й будет. У-у-у-у-у-у. Да, 22-й. Скрытность. Рукопашку не хочу. Призывание. Там мне подспойлерили, что магия природы мне вообще дадут в какой-то миссии фулл просто. То есть призывание нет смысла качать. Да, максимальный опыт. Зеленый тоже уходит из мира. Я бы здесь взял все-таки... Все армии героя носят на 50% больше урон. Клинок ангела. Клинок ангела, конечно, убирает... Усложняет вызов. Но... Маны много. Плюс мы можем добавить себе... Щиток, например. Кольчушка. Эльфийская. Защита героя десятка. И, в принципе, с такой армией я уже думаю, можно забивать на оставшиеся вот эти вот все... Всех врагов и идти четко по квесту. Куда-то вдаль. Для начала шатнем попробуем замок. Тут герои высокоуровневые, конечно. Нападают. Не больно. Не понял, если честно. Что-то было. Мне кажется, это была безысходность. И в такие моменты жалеешь, что экспа сейчас идет просто в... Все пропадает. Вся экспа проходит мимо нас. А, у противника разведка не прокачано. Да, армия серьезная, серьезная. Можно было, кстати, автобоя юзать сразу. Давай попробуем. Очень, конечно, миссия. Я же ее продолжил. Это была не... Это вот вторая миссия четвертой кампании. 40 эльфов. Я не люблю убивать. За последние несколько месяцев я изрядно привык к тому, что все равно лишение кого-либо жизни оставляет меня неприятные ощущения. Во рту. Я испытывал укол сожаления, даже когда убил лорда тролля. Конечно, он был жестокий, беспощадной тварью, лесной напастью, но я... Но он был жив, пока я не прекратил его жизнь. Логично. Однако я вовсе не чувствовал подобной вины, когда прикончил этого некроманта. Варлаерка. Особенно после того, как осмотрел темный подвал его дома. Когда я вошел в этот сырой погреб, то знал, что все же... Все в нем было частью сложного заклинания. Кровавые рисунки на полу и на потолке, тигриные глаза в склянках, груды костей, зубов, когтей и много такого, о чем мне хочется упоминать. Все это было оставлено... составлено так, чтобы высасывать жизнь из тигриных детенышей, пока те находились еще в утробе матери. Эта сила передавалась в Варларку и, возможно, позволяла ему жить по истечении человеческого срока. Жизни, чьих еще детей похищал Варларк за свою неестественно долгую жизнь. Я не испытывал вины. По сути, я гордился. Мир стал лучше... То есть, ты был последний человек? Да ладно, я мог попробовать в прошлый раз его убить. Мир стал лучше после того, как я навсегда покинул... при помощи склянки масла и факела я быстро положил конец. Да ладно! Нет! Нет! Подожди! Серьезно? Это был под... А почему тут ответвление еще наверх? Почему целая карта еще наверху? Игра! Пощади! Я хочу проверить, что... Вампир и меншин. Серьезно? Вы не справились с вампирами, Милорд? А, вампосы убили всех эльфов. Прикольно. Там статы просто есть. Что, погодите. А-а-а... А-а-а, там вампиры-лорды. Нет-нет-нет, ребята вообще непростые. Усталость... Они... Духи не знают усталость. Сейчас меня разорвут реально на части. Ну, у них первый ход еще инициатива хорошая. Хотя нет. Рой-Ос. Не Рой и не Оз. Экзорцизм. Фортуна. Да там статы просто, понимаете? Бля, бля, бля. Там кристальчик какой-то На статы Видите? Скорость перемещения Блин Ну, это такая подстава Делать большую Хотя, может быть, она должна быть Пропорциональна размеру Да Я мог, по крайней мере, попытаться Закончить тогда Хотя уровней не добрал бы, естественно Что верно, то верно Бафаемся на всякий случай Эта скорость И убиваем его Да О, Элвина Элвина Конечно Возможно, как мы с Элвином любим друг друга Конечно А потом он ее потерял Я понимаю его горе Но разве он не видит мою любовь к Элвину? Да, друзья У нас девочка-эльф и мальчик-эльф Мальчик уже возмужал Девочка Долго Некоторое время сопротивлялась Но очень быстро сдалась А отец против Ну, классика Мы продолжаем Ооооо Мы будем играть за Элвина Элвин Переходит со всеми навыками На следующий 28 уровень После моего спора с отцом Шайра Я уединился в отдаленном уголке Аранорского дворцового сада А, то есть Мы вернулись Выполнили миссию Примирились с тиграми Решили вопрос Я сел у тихого пруда Или пруда Намочил платок в прохладной воде И приложил его к своей распухшей щеке У Грамина была тяжелая рука Все мое лицо болело Но помимо физической боли Меня еще больше мучило унижение От того, что отец Шаэры Отказал мне в руке своей дочери Перед всем эльфийским двором О нет Короче Нас отправили на испытания Нас его дочь Очень-очень любит И тем не менее Две недели я почивал на лаврах героя Аранорна Сумевшего убедить белых тигров Стать нашими союзниками И ошибочно думал, что мое новое положение Изменит мнение отца Шаэры обо мне Поэтому на одном из наших тайных свиданий С Шаэрой я спросил ее Хочет ли она стать моей женой Конечно она согласилась Оставалось лишь получить согласие ее отца Отец как бы хочет, чтобы Видимо с другим товарищем Который знать Вместе мы отправились к Грамину И ко всему эльфийскому двору Как того требовал наш обычай И я попросил у него руки его дочери Он ответил мне ударом Грозившим свернуть скулу Не знаю уж Чего на него нашло Неужели он настолько Меня не любил Затем Грамин сказал Если ты еще хоть раз посмотришь В сторону моей дочери Я всажу свой меч Тебе в сердце Подавленный Я укрылся в этом саду Чтобы залечить свои раны Как физические Так и моральные Мне на ум приходили мысли О бегстве Я уж придумал Как нам скрыться Из Ара Норна Но еще не знал Куда мы пойдем И тут чья-то твердая рука Легла мне на плечо Не знаю Кого уж я ожидал увидеть Но лорд Гарк Был последним в этом списке Ты в порядке? Спросил Гарк Целитель не нужен? Я помотал головой Слушайте Это же он нас послал Грамину действительно Не стоило этого делать Сказал лорд Гарк Присаживаясь На землю рядом со мной Жаль Но я даже не знаю Чем вызван Ну скорее всего Там какие-то интриги Дворцовые вот эти вот темы Сам Гарк замешан Ну вангую Потому что Ну логика Должна быть в поведении отца Правильно? Вот Тем более мы там ему помогали Дочку выручили И его там Ему самому Самому тоже помогли Наверняка Не знаю Мне кажется Вот Жаль Но я даже не знаю Чем вызвано Вызываю у него Такую ненависть Я не жалел Не желал Раскрывать свои чувства Перед тем Кто был моим соперником В борьбе за благосклонность Шаэры Но не смог сдержаться Мне нужно было кому-то выговориться И он оказался единственным Кто был поблизости Ну вообще так себе аргумент Ты знаешь Как Грамин Оберегает свою дочь Не принимай это На свой счет Знаешь Ведь Даже я не достаточно хорош Для Шаэры В его глазах Ничего себе Сказал Гарк Мне в это Я верилась трудом Ибо они казались Уж очень хорошими друзьями Но мы же любим друг друга Разве он этого не видит Я вижу Признался Гарк И именно поэтому Я желаю тебе помочь Да ладно Гарк добрый Что? Да В это трудно поверить Я так сильно люблю Шаэру Что не хочу Чтобы она страдала На самом деле Я сделаю все Что угодно Чтобы видеть ее счастливой Даже отойду в сторону И уступлю другому Ох Каблук Внезапно я почувствовал Стыд за то Что все это время Мечтал пересчитать ему зубы В своих фантазиях Я часто представлял себе Смерть лорда Гарка В бесславной битве Или отпадение с лошади Или поперхнувшись морковкой Да мало ли еще как Тогда бы Шаэра досталась мне Ну после такой морковки То точно А теперь он сам предлагал Посодействовать Моему законному браку Шаэры Я взял руку Есть! Есть! Восьмая рука из восьми Я взял руку Гарка И сказал Простите меня Лорд Гарк За то что я так ненавидел вас Сто процентов Один и тот же автор Сто процентов Просто перевод другой Гарк рассмеялся И отечески погладил меня По голове Лишь если ты сам простишь Мне мои собственные Ревнивые мысли Конечно Тогда мы союзники Элвин И как союзнику Я расскажу тебе Как изменить отношения Грамена Это трудная затея Но должна помочь Я сделаю все что угодно Гарк принялся объяснять Что когда все бежали из Авли Во время расплаты Грамену доверили лук короля эльфов Оооо он его потерял Или разломал К несчастью Сам эльфийский король Остался и погиб Ведя свои армии На варварского короля Килгара Грамен же прошел через портал В этот мир с луком короля эльфов Символом власти у эльфов А теперь Грамен потерял его Закончил лорд Гарк Никогда об этом не слышал Признался я Конечно же нет Грамер так стыдится этого Что рассказал Только одной душе Мне Грамен искал этот лук Где только можно Но все бестолково А теперь только ты представь Как бы он был благодарен Если бы ты нашел лук короля эльфов И вернул его Грамену А я же сказала Это не вы потеряли Я улыбнулся Ибо надежда Вновь вернулась ко мне Ну хорошо Оооо Это еще не все На прошлой неделе Я отбыл из Аранорна В сопровождении Нескольких лучников И личной дюжины Лорда Гарка Командир дюжины Гарка Суровый эльф По имени Мирелас Привел меня Привел меня на землю Где по заявлению Грамена Тот потерял лук Короля эльфов Это было дикое И удаленное место На побережье Напоминавшее мне О тех лесах Где мы с Шейрой Впервые Узнали друг друга Ребята Кто еще узнал Шейру В тех лесах Ныне Это были самые Сладкие мои воспоминания Приехали Сказал Мирелас 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 Я огляделся Но мы остановились На поляне Со всех сторон Окруженной Густой стеной леса Когда я Повернулся К Миреласу Там Мой недоумевающий взгляд Уперся в сверкающий Клинок Его меча А за спиной У Миреласа Лучники Выложили стрелы В тетиву Слушай меня Внимательно Элвин И возможно Останешься жив Сказал Мирелас Я проглотил комок В горле И кивнул Тем временем Я пытался понять В чем дело Возможно Мне следовало бы Предугадать этот момент Но тогда я был Слишком потрясен Предательством Чтобы рассуждать Мне приказано Перерезать тебе Глотку И оставить твое тело На съедение Диким зверям Но я этого не сделаю Ты всего лишь дурак Который не знает Когда надо уступить Я поставлю тебя на место Но не хочу обременять Совесть твоей смерти Сказал Мирелас Передо мной Начала вырисовываться Вся глубина Моей глупости Это лорд Гарк Желал моей смерти Чтобы жениться на Шаэре Не может быть Не может быть Нет Почему Как У него же нет мотивов Он же никогда Такого не делал Оооо Всего за одну страничку Он убедил нас И главного героя Что он хороший Возможно Это он Рассказывал отцу Шаэры Про меня небылицы Возбуждая в нем ненависть Ой какой же я идиот Это же он послал меня К белым тиграм Я ж вспомнил Это же он послал Предполагалось Что я там и сгину Но ко всеобщему удивлению Я преуспел И так Гарк нашел другой способ Уничтожить соперника А я сам Добровольно Помог ему в этом Но мы инту не качали Че мы хотим от мальчика Ну как можно быть таким тупым Если бы не милосердие Мироласа Я был бы уже мертв Мы бы развалили И Мироласа И его гарнизон Ты посмотри на свою защиту У тебя там соточка Значит все рассказы О луке короля эльфов Ложь? Спросил я Нет Грамин принес его в этот мир И передал совету старейшин Они хранят его Чтобы передать Новому королю эльфов Ответил Миролас Если бы я только поговорил С своим наставником Минотатом Минотат наставник Об этом дурацком Задании Найти лук эльфийского короля Минотат предупредил бы меня Что я иду в западню Итак Что же со мной будет? Миролас Отнял свой меч От моей шеи И взмахом указал на лужайку Вот твой новый дом Навсегда Да, здесь в лесу водится много оленей, и ты будешь одним из них. А вон тот ручей обеспечит тебя водой. Я гляделся вокруг, чувствуя, что словно железный обруч сжимается вокруг шеи. Выглядит прелестно, пробормотал я. Элвин, я хорошо знаю эти места. Я служил здесь более года. Из этой долины только один выход, и мои воины будут неустанно стеречь его. Если ты попробуешь бежать отсюда, мы тебя выследим, я обещаю. А когда я тебя найду, у меня уже не будет причин для милосердия. У меня нет выбора, верно? Виверна! Есть, конечно! Или это долина, или смерть. Что ты выбираешь? Я знаю, что проиграл. Но внутри моя кровь вскипала по мере того, как я осознавал предательство Гарка, и с чего ничего не кончилось. Все, сейчас, ребята, мы справимся. Не зря я Элвина качал, дурачка нашего. Мы берем сокола. Курлык. Циклопов вижу. Сила. Собирать ресурсы для слабаков? Я знал, что Мерилас ожидал моего побега. Он оставил кого-то приглядывать за мной, но я же не мог сидеть тут и ничего не делать. Но я же не мог сидеть тут и ничего не делать. Я был один, не считая соколихи, шаэры, ветерка. Но за прошлые свои странствия я кое-чему научился. Возможно, мне удастся выбраться отсюда незамеченным. Нужно было попытаться. 40 големов. Беру. Вскоре после того, как я покинул долину, стало понятно, что меня преследуют. Я заметил, как мелькнул вдалеке красный флаг, похожий на знамя Мериласа. Я попытался оторваться от них, но то были опытные следопыты. На следующий день, почувствовав, что они близко и скоро подберутся вплотную и прикончат меня, я запаниковал и гнал коня во весь опор, пока кто-то не бессилел и едва не упал. Я остановился лишь потому, что не хотел убивать несчастное животное и принялся ждать своих убийц. Где-то через час из леса вышли пятеро эльфийских следопытов с луками на изготовку. Это были воины Мериласа. По выражению их лиц, я понял, что они намерены убить меня. Никакие мои слова не могли бы изменить их решение, поэтому я повернулся к ним спиной и взмолился, чтобы они сделали это поскорее. Тут я услышал сердитый рык, а когда обернулся, то все следопыты были мертвы, растерзанные стаей разъяренных белых тигров. О! Дивиденды подоспели. Самая крупная из стая тигрицы неторопливо подошла ко мне и втянула носом воздух. «Ты носишь метку нашего племени», — сказала тигрица. Я медленно вытащил из сумки клочок лиловой ткани, хранивший достопамятный тигриный запах. «Меня зовут Элвин», — сказал я. Тигры переглянулись. «Это имя нам знакомо. Мы почувствовали твой запах метки некоторое время назад и шли за ним. Мы следим за тобой уже несколько недель и уже готовы были предложить свою помощь, но не знали, нуждаешься ли ты в ней». «Да, я очень нуждаюсь в помощи белых тигров!» Один человек пытается украсть у меня женщину, которую я люблю. «А почему бы твоей подруги просто не съесть его?» — спросила тигрица. «Потому что она не знает, что он лжет. Вы поможете мне?» Нормальный такой диалог с тиграми. Тигрица ответила за всех. «Мы не понимаем, но мы поможем тебе, эльф Элвин. Мы многим тебе обязаны, но есть. Знай нафиг мне 8 тигров. Просто абуза. Я не хотел их обижать. Потеряли 8 тигров. Ну, серьезно, ну это... Ну и что это такое? У меня просто герой такого уровня, что... Вы знаете... Ну, рофла ради. Исключительно. Он... Элвин вообще катком должен проходиться по всему. Хотя этих может не убить. Изи. Даже не вспотел. Удар змей. Я беру ботиночки. В сапоге странник. Автобой — это наше всё. Просто туча. Изи. Сегодня пришло письмо, привязанное к лапке ворона Моя соколиха, ветерок едва не убила его, когда он спустился с неба и сел мне на плечо Я открыл письмо и глянул на него, и сразу понял, что оно анонимное Поспеши, Элвин, к тому времени, как ты получишь это письмо, Шера выйдет замуж за лорда Гарка, Гарка, Гарка Всего через несколько дней после твоего отъезда они объявили о помолвке, а быстро ты слышишь, два дня, алло Я в взаимном намерении обвенчаться как можно скорее Шера, сражая, кажется счастливой, но я уверен в искренности этого счастья Не уверен в искренности этого счастья Я вижу женщину, чьи чувства меняются слишком поспешно и слишком сильно Это можно объяснить только действием каких-либо чар, приворотного зелия, например Я прошу тебя поспешить, но не следует врываться в аранорн неподготовленным Если ты не сумеешь подготовиться нужным образом, все будет потеряно Поэтому я дам тебе последний совет На занятиях, если ты их помнишь А, это мой наставник Тебе рассказали о зеркале истинной любви Я уверен, что это единственный артефакт, который сможет снять любые чары, наложенные Гарком на юную Шаеру Смастери зеркало, Элвин И тогда возвращайся домой Думаю, мое сердце перестало биться, пока я читал это письмо Этого не может быть! Это несправедливо! Слушай, соберись, тряпка Сейчас мы все разрулим Мне кажется, даже лучше орден друидов отстраивать Эльфы здесь не так нужны Если будет гильдия пятая, вдруг она доступна Хрен тебе Спасибо Ну я возьму немножечко эльфейчик Фейчик Возьму, разделю их Разведка-то нужна, правильно? Это классика Кто-то должен А-а-а-а Принести напиток веселья Отвар сопротивляемости, сопротивляемости, выносливости Что? У нас тут квестик Элвин должен принести напиток веселья Отвар стремительности, зелье сопротивляемости, выносливости Чтобы получить доступ к лавке ювелира Ювелир Алхимик Ага Ну Хорошо Пойду Соберу деревяшки сзади Ну че, Элвин, погнали Странно это все Выглядит как тупик Первое, что нужно для создания зеркала истинной любви Материал, что зовется дымчатым серебром Редкий сплав, получаемый лишь самыми умелыми алхимиками Поэтому вы пришли в этот дом на отшибе, чтобы обратиться к ученому, живущему в нем Алхимик оказался глубоким старцем, способным передвигаться лишь при помощи палки Вы объяснили, зачем вам нужно дымчатое серебро И хотя в данный момент у алхимика не было его под рукой, он обещал изготовить немного Я в долгу не останусь Может, я могу чем-нибудь послужить вам? Спросили вы Ну, сказал старик, раз уж ты сам об этом упомянул, то и я и стесняться не буду Я был вынужден отложить важный эксперимент, потому что мне не хватает кое-каких материалов Если бы ты добыл для меня их, то я изготовлю дымчатое серебро раньше, чем ты успеешь вернуться Вы согласились и спросили старика, что ему нужно Мне необходимы четыре снадобья Напиток веселья, отвар стремительности, зелье сопротивляемости и выносливости Принеси их мне, а я дам тебе дымчатое серебро Ну и не только, я укажу тебе путь к дому ювелира, который знает секрет работы над дымчатым серебром Не каждый на это способен, ты же знаешь О, и нас пропустили Короче, это важная инфа, которую надо запомнить, потому что эту тему надо собирать И мне никуда не записали это, что ли? Не, жду на задании Должен, надпи, веселье, отстремительность, жерчь, 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 хорошо Скорее всего, надо сходить на разведочку вот сюда Вижу уровень Уровень, учитывая, что мы ограничены 32-м Скорее всего, уровень надо будет дерево взять попозже Или сразу тесним уровень, а? А, давай сразу Погнали Стрелковый Напиток веселья Это же первый, да? Напиток веселья Причем, возможно, они будут даже в том же самом порядке Ману трачу, к сожалению И не факт, что мне хватит нациклопов Возможно, не стоило так расточительно Автобоем Действовать, а? Щит неплохой Дома надо потихонечку все-таки отстраиваться Магистрат бахаем Ради денег Мискликнул Ладно, фейки пока занимаются разведкой Здесь еще один квест какой-то Это не тот самый Нужный нам Ладно, погнали Сейчас я уберу автобой Хочу посмотреть, насколько у нас Ну, не хочу тратить ману, во-первых Сильным О-о-о Элвин Мое уважение 50-70 60 урона Стрельба, конечно, конская Надо было защиту делать Даже Ограф Как же он тащит? У него ближний бой Хреновый Но в целом Да, не, нормальный ближний бой у него Какие там 8 тигров Я вас умоляю Какие 8 тигров? Тут будет 200 тигров Мы их ушатаем Так Это у нас зелье выносливости Я в памяти вообще не держу Зелье выносливости тоже нужно Опыт, деньги Деньги Чтобы быстрее эльф получить И пусть там стак копится Так, здесь арбалет Статы Накидочка Навык Навык Это у нас порядок, да? Жизнь, точнее Еще бы Школу запомнил Всем Ну если кого и делать На самом деле Это вот эльфов Все остальное А, и портал Желательно бы отстроить Вот портал Хорошо помог В прошлый раз Так, здесь меткость Собираем ресурсы Палатка ключника Как-то странно Она забаррикадирована Еще одно зелье Сопротивляемость Это что нужно? Довольно быстро Находим все необходимые Ингредиенты Даже это как-то подозрительно Ну Грех жаловаться Находим и находим Айкейку Замочили У вас с пейпалой Зарубежными картами Все хорошо Неделю назад Мог донать Сегодня облом что-то Нет информации Вроде должно работать ДМН Для этого пейпалы Держим пока еще Если завтра Короче я зайду Посмотрю Может письмо Как-то приходил Моя жизнь Стала похожа На морской шторм Такая же непредсказуемая Хаотичная И опасная Я почти совсем Не мог думать Вот почему Мне понадобилось Так много времени Чтобы написать Это письмо Шаэре Кстати да Я хотел узнать От нее самой Что она вышла Замуж за Гарка Я лишь Сугубляю Свои мучения Мучения? Возможно У меня нет причин Считать письмо Без подписи ложью На самом деле Я даже подозреваю Что его мог написать Тот же человек Что и учил меня Искусство друидов И ввел Эльфийский двор Но Минотат Эксцентричный отшельник Которого Ничего не интересует Кроме исследований И дел совета старейшин Зачем ему Впутываться В неприятности? Итак Я написал Письмо Шаэре Вместо своей Обычной лирики Я писал Сухо И по существу И заявил Что скоро вернусь В Аранорн И спрашивал Почему она выходит Замуж за Гарка Так скоро После того Как крылась мне В вечной любви У тихой лесной заводи Под сенью звезд Да Да Друзья Я начал читать Под сенью звезд Заводи Не прочитав Дальше То есть я не видел Сенью и звезд Я добавлял от себя Но действительно У тихой лесной заводи Под сенью звезд Все нормально Из первой компании В действительности Я боялся Ее ответа Больше чего бы то ни было Блин Вот это Я в материале уже Просто в материале Яркие звезды Написано Ну единорожков Много Но надо брать Щит хороший Рожки Рожки Единорожки Водяной элементарь Я хочу немножко Выиграть Времени За счет Усталости Неплохо оглушил Ну как же Просто мочит А герой наш главный Не хочу ману тратить Мне кажется Что справимся Мы с Врагами Не не справимся Вызывай элементарий Ослепление не работает Видите У меня сопротивляемость Есть Но вроде Далеко не Стопроцентная Как мне так Подкова Хорошо Крепкий щит Отлично Вместо Сокола Ставим щит Хотя кажется Он В защите Армии Героя А герою Особо Он не помогает Десятки Минотавров Меня не особо Пугают Даже Невзирая На то что Денег А что нужно Для портала Утес Грифонов Или лужайка Для лужайки Радуга Я бы Сделал Разведку Посмотрел Тут Эльф Стоят Они должны Служить Мне были Верой И правдой Давайте С минотавриками О А что они Такие Я думаю Надо вызвать Водных Элементалей Потому что Они как раз Мимо Брони Будут стрелять Причем Даже Дважды Даже Дважды А то и Трижды Понять Потому что На героя Ты не можешь Рассчитывать Хотя Может Можно Было Да Справились Да Регенерация У меня Не максимальная Плюс Атака Идем Наверх Здесь 32 стрелка Похожи на Чушь Просто Перестреливаем Все Сопротивляемся Слабости Которые О Сейчас Сработала Слабость С третьей попытки Берем Третий Эликсир Который Необходим Алхимику Какая-то Ну К палатке Видите Забарикадирован Проход Это Это явно Квестовая вещь 30 големов Ради Экспы Пожалуй Возьму И ради Скорее Даже Погнали Да С этими Мы справляемся Легко Даже Вредно Использовать Заклинание В такой Ситуации Приветствую Ваши бобрейши Удачи на стримах Хант Уже Канул Канул В небытие Да Катнул Канул В небытие Хант Это компания Соколом Мы на PUBG Остановились Ладно Давайте Возьму Золото Хочется Побыстрее Отстроить Портал И вот Он Последний Эликсир Похожим Какие Какие Там Восемь Этих Восемь Тигриц Ребят Какие Восемь Тигриц Герой Топовый Ну Потому что Почти все Пособирали В прошлые Разы Мы Получили Четыре Отвара Давай По количеству Просто Посмотрим Раз Два Три Четыре Да Похоже Это все То что Нужно Наверх Застава И я думаю Что застава Откроется Тогда Когда мы Выполним Квест Этот Ключник Откроется Поэтому я Рискую И иду Просто Здесь Надо Выходить В лужайку Единорогов Но к сожалению Мне не хватает Ресурсов Драгоценных Камней Менять Очень Накладно Немножко Восстанавливаем Алхимик Охнул Выложив На стол Слиток Белого Металла Утомленной Работой Он упал В кресло И вытер Солба Пот Вот Твое Дымчатое Серебро Мой юный Друг Ты принес Надо мне Да Вот они Сказали Вы Выставляя Их на стол Потом Вы спросили Вы сказали Что можете Указать Мне Ювелира Способного Сделать Зеркало Истинной Любви Аааа Да Это снова ты Ты найдешь его далеко на севере Его дом чуть в стороне от дороги Но думаю, ты не заблудишься Но должен тебя предупредить Бесплатно он не работает Поехали, дед И все, открылась палатка As... Это, короче, я так и знал As I... I knew it I knew it As I thought Хотел изначально сказать, но забыл Давайте тогда в утес потихонечку идти Цитадель строим Эльфов не берем, они не нужны Тут Элвин сделает все за всех Он воюет Как чемпион Оп Ключненько На Грифонов нужны и деньги И три драгоценных камня Перчатки всадника И скорость перемещения 25%. Феечки бегут за нами, готовы поднимать. Хотя мы лепреконов спамим периодически. Мне потребовался целый день, чтобы набраться мужества и прочесть ответное послание Шаэры. Дорогой Элвин, пожалуйста, прости меня. Но я поняла, что мы с лордом Гарком созданы друг для друга. Мы родственные души. То же, что произошло между нами, как я полагаю, было той наивной влюбленностью, которую часто называют щенячьей любовью. Это ничего не значило. Теперь, когда в мою жизнь вошел Гарк, я поняла истину. Порадуйся же за меня, Элвин. Желаю и тебе когда-нибудь найти человека, который станет для тебя тем, чем стал для меня Гарк. Заполнит пустоту в твоей душе. Когда-нибудь, возможно, ты осчастливишь какую-нибудь женщину. При этом я надеюсь, что мы по-прежнему останемся друзьями. Удачи, леди Шайра. Гарк. А, уже и фамилию взяла. Так в это еще не вышло, алло. На следующее утро я все еще рыдал над письмом, когда в шатер вошел мой заместитель. Вот так вот. Ну, он сам такой балбес просто. Как так можно было, я не понимаю. Так, бесплатно не работает. Давайте замок сначала захватим справа. Очевидно, мне туда. О, дракон! Волшебный дракон. Никогда не видел такого. И лучок, и артефакты. У-у-у. А ну-ка. Батя пришел. Откройте. Откройте, говорю. Алло. На, тварь. На, говорю. Там точно что-то придумали. Либо это не она ответила. Это, кстати, очень хорошая версия. Прибытие вражеского каравана. Что в замке? В замке уже есть эльфа, радуга. Мораль. Нельзя строить. Орден друидов делаем. Но все равно выше четвертого не апнуть. А все эти заклинания у меня уже есть. Но я же не знаю, можно или нельзя. Так, шкатулка с драгоценными шахтами. С драгоценными квест. Плюс ход. Таверна здесь есть, кстати? Есть таверна. Можно взять кого-нибудь. Какого-нибудь товарища. Даже не знаю какого. Боевого. Главным, соответственно, героем идти. Надо собирать, конечно, все. Я бы пошел на дополнительные вот эти вот ходы. Потом попил бы водички. Там каждый ход, кажется, можно это делать. Здесь захватил бы те шахты, которые... Да, прирост можно тоже взять. Зачем волков взял, непонятно. Природа, мать наша. Наверху тоже помогу герою позахватывать. Фейки идут следом. Собирает лабуду. А что лучок делать интересно? На 30 стрелковом бою! У-у-у-у! Я хочу этот лук. У-у-у! Тридцатка. Это раза в полтора сейчас. Ну, больше, чем у меня сейчас. Где-то 60-70 урона. Так, ну, элементарь пополз. Давайте щеглом попьем. Главным героем тоже попьем. Принести 40 самоцветов я должен. Ну, что ж, должен так должен. Здесь, ребята, посерьезнее. Я полагаю, что... Имеет смысл... Интересно, какой там будет урон. Имеет смысл вызвать... Вызвать танков. Я нормально. Представляете, еще будет сильнее атака. У-у-у! Тин-тин-тин! Тин-тин-тин-тин-тин-тин! Тин-тин-тин-тин-тин-тин! Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин! Да, уходим, чтобы ответка была простой все Или он огненной стрелой стреляет Типа заклинание, это необычный выстрел Поэтому ответки нет Тут захватим вторым героем Не будем тратить время И сюда тоже зайдем Оп, вы взираете на волшебные образы Видим еще одно задание Понятен принцип, по которому выстроен этот уровень Ювелир оказался тощим, неугомонным гномом Неспособным сидеть на одном месте Пока вы рассказывали свою историю Ювелир, казалось, одновременно работал Над тремя разными изделиями Да, да, ты хочешь, чтобы я сработал Сработал, сработал Рамку из дымчатого Надо прекращать Ну хотя, если я не буду пытаться озвучивать Так и не будет Короче, о котором ты говоришь Конечно, я могу это сделать Но работа с дымчатым серебром очень трудоемкая Ты согласен оплатить мое время, говорит он Конечно, сколько ты хочешь золота Не золото У меня этого добра навалом А вот самоцветы для меня Добро принести 40 самоцветов Хорошо Хорошо Все, героям собираем вторичным самоцветы Основным не теряем время Сразу убиваем волков Пыч Я бы сейчас даже попробовал драконов шатнуть Потому что если нам лучок Лучок достанется вот так рано То это будет хорошим подспорьем Но Я ни разу не встречал этих драконов Так что не знаю, что у них там по статам Насколько они опасны Здесь делаю разведку Земные элементали можно нанимать Так Да, спасибо, друзья Мне важна в том числе базовая поддержка ваша Потому что всегда страшно Публично Не хочется обосраться Но если не пробовать, то не ошибаешься И практики нет Так Пробуем сейчас Что-то сделать с драконами Хрен его знает Но Попытка не пытка Ой А вот как они умеют Так, ну допустим у меня есть Антимагия Но они ж не только умеют Они же еще полетят Я просто А инициатива какая А почему первые действовали А можно мне первым походить Ну чисто вопрос такой Спасибо Тогда я делаю на себя антимагию для начала Он полетел, окей Ну у него скорость перемещения, конечно, капец Рой ос на него действует Действует Но Без поддержки я не справлюсь Давай сразу элементарнее посмотрим Как они Ага, понял А если стрелять просто Понятно Силы у меня слабые Не хватает А так хватает Тогда может быть мы Во-первых, слабость встанем Чтоб ты немножечко Во-вторых Я бы Как мы тебе еще можем замедлить Мы можем себя усилить Мы можем элементарии этих попробовать сделать Возможно Да, приоритет, видите Более высокий На На элементарии воды Так что мы сейчас за счет самонов должны А, он сплэшем бьет Вот собака А давай пока еще усталость На тебя постанем На случай, если придется побегать Ты сверху бей, чтоб сплэша не было Ты вызывай еще элементарий Ага А ману у тебя 15, да? Понял Нехорошо вышло Ага Ага, ага Я тебя понял Очень интересно Продолжай Это ты ошибся разок Да, бывает Ничего, сейчас я еще похожу разок Красава, Михаил Все, сейчас лук наш Уже половину драконов убили Ей Да имбовые герои просто Понимаете Не отлетел сразу До свидания Давай Собладай вот с этими Ох Хорошо Там еще кольчужка была Ох Ага Не убьет, говорит Аллатстрикс Кто кого не убьет? А можешь пояснить просто? Ну ничего себе, говоришь А, то есть ты думал Ты думал Ооо Кольчуга 10 защиты И 30 урона Дальнобойного Вместо 50 89 Ну то есть там приблизительно Одинаково было Ну Приоритет, конечно На сбор драгоценных камней То есть главным героем Желательно бы побежать сейчас Наверх И вот этих вот Коней забрать Ну и наверное Так и надо сделать Без всяких Но Бежали Давайте XTGL Спасибо большое Спасибо, спасибо, спасибо Хозяин Так, а ты не задолбаешься, нет? Кажется, нет А можно земляных элементарий Можно Ооо Так, нет Давай-ка Усталость Дальше Слабость Все-таки Да нет Да нет Мне нормальное влечение Ехо Зачи делать Может Пытаться убежать А, у него Минус 7 Так я убегаю От него То есть он вообще Никуда не Нет, я неправильно Рассчитал У него 6 Телепорта Нет Ну Вяжись Антимаги На тебе Повяжешься Сейчас Надеяться На то, что Кто-то Отвлечет Его Внимание Не знаю Отвлекли Проверяем Я пытаюсь Убежать В надежде Что он Не долетит Да Не долетает Это Радует Ты хорош Слыш Разрулил Другого Типа Последовательность Была Конечно Но Разрулен Изумрудный Лук Кажется Это чуть ли не лучше Вообще Оружие Для дальнего боя Так Делаем разведку Смотрим Еще одна шахта Еще одни Драконы Охраняющие Арбалет Лук и арбалет Мне что-то подсказывает Нам не удастся Вместе носить Хотя Учитываем Любовь к игре Игре к балансу Точнее Ага Вижу врага Четвертая природа Что же мне делать тогда Ну Надо В утес Грифонов Идти По крайней мере В основном Потихонечку Захватили Собрали Шахту тоже Леммингом захватываем Следующий ход Третьего уровня Природа Мне не нужна Шесть Сразу урона Шесть Карл Лук тащит Ой А я сам не тащу Уже поздновато Пить боржами Да Может все-таки Мы перехиляемся Защита хорошая Мне кажется Что справимся Оглушение Я понимаю Баланс Как тебе Четвертая часть Кроме баланса Очень хорошая Много новых Механик Шкатулка С самоцветами Кажется Будет нам Добавлять Просто по Да Дополнительно По самоцвету В день Собирать или не Собирать У нас 18 самоцветов Возможно Не стоит Терять Героям Время И Позахватывать Вон Шахта Золотая Справа Колодец Ману Восстановить Тут уже Я не пройду Фейкой Тут пройду Как раз Посмотрю Это что Водные элементали Первичный Магический Навык Статы Вижу И проход Наверх Но тут я не проскочу Тоже Отправляем Феечку Собирать Тогда Наверху Наверху Самоцветы Этим героям Может быть Даже Не стоит Далеко Отходить Чтобы Пришел Сразу И Тебе Говорят А ты Можешь Идти Дальше Восстанавливаем Немножко Маны Элементали Не очень Много Но Я бы Вызвал Сразу Надо было Вызвать Другого Элементали Но Уже Поздно Все-таки Надо Вызвать Блин Они Опять Меня Могут Убить Ну Что За Люди Духовные Удар Змеи Сила Гиганта И Лечение Дальше Можно С руки Ну Первый Удар 25% Защиты 25% Урона Я не Мастер Ближнего Боя Мягко Говоря Но Качать Еще Мастер Ближнего Боя Ну Для Такого Мага У которого Две Школы Разведчик Светолюб Это Было Бы Совсем Расточительно Беру Эльфов Силой 44 Эльфа За раз Господи 44 Эльфа Уже Дважды Стреляем 90 Эльфов Уходит Ну И что Нет смысла Героям Возвращаться Пойдемте Дальше Убивать Нет смысла Захватывать Есть Смысл Только Двигаться Вперед Только Вперед Ай 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 Фейки Да Мискликнул По фейкам Там еще Драконы Арбалет Ну как раз На юг Сейчас Идем Я бы На элементарий Пошел Потому что Здесь статы Есть Фейки Собирают Ресурсы Раз 20 В данный момент 23 Мало 29 Ого Еще Можно Здесь Пособирать Хорошо Уже 36 А герой Что герой Он Через уровень Уже Сможет Квест Зать Спид Раним 50 Я бы Постарался Все таки На них Устало Скинуть Глядишь Не долетят В рамках Одного Ходом Уже Лучше Видите Как Хорошо Ну а дальше Уже Вблизи Как раз В том числе За счет Остановки Мы Усмели Отойти От них И еще разок Стрельность Хорошо Ага И на фейку Напали В этот раз 200 разбойников Видимо Слишком Близко Подошел Тут Собираем Исключительно Стат Ладно Раз уж Пришел Давай Себе Еще Выделим Вот И сейчас С одной стороны Еще одна шахта Золотая Плюс Арбалет С другой С другой стороны Шаговые Доступности В пешей Доступности Просто Замок Беру Замок Здрасте Герой Там кстати Опытный 10 косарей Предлагают За него Мантия Неплохая Телепорт Один Телепорт Второй Пожалуй Да Пожалуй Пойду Я золотую шахту Не захватил Да я думал Что второй герой Здесь будет Ближе Он же Подзастрял Немного Я редко Сплю Каждый раз Когда я Закрываю Глаза Передо мной Встает Образ Обнимающихся Шаэра И Гарка Я представляю Шаэру Носящую В себе Ребенка Гарка Я вижу Как они Счастливы Я же лежу В одиночестве В своем шатре Каждую ночь Сжимая Холодную Рукоять Своего Кинжала Еда Вино Даже музыка Ничто Не доставляет Мне удовольствие Моим единственным Наслаждением Стала мысль О том моменте Когда я снова Повстречаюсь с Лордом Гарком Я жаждал Смерти Гарка Почти так же Сильно Как и любви Шаэры Месть Месть Десять драконов Впереди Я сразу на себя Помня о том Что они Стреляют молниями Кастую защитам Дальше Хотел бы Оставить волка Им на растерзание Вызвать Элементали Но Элементаль Разве что Слабость Должна Схастовать Так как Он остался Один Совсем Один Неприятно Ты хорош Ребят Ну чего Как будто Реально Надо просто Этих вызывать Земляных Они плотные Они по крайней мере Переживают Удары Вот эти вот все Я бы отступил Немножко Но у меня Тут же блокируют Кстати А чего яд Срабатывает Что мне там За предмет Который 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 Травит Врагов Кольчуга Наверное Зелененькая Все Динамика Динамика Положительная Убиваем Сейчас посмотрим Сможем ли мы Стрелки Ядовитые Она же вроде Вблизи Не должна Работать Стрелки Нет Нет Вот Отравлены Создание Это кольцо Оно Из вторых Из третьих героев Вообще Другое дает Не помню Что правда Создание Атакованные героем Атакованные героем Будут Отравлены Подобное Действие Заклинание Смерть Класс Беру Арбалетерс Это не Арбалетерс Арбалет снайпера Нет штрафа Типа Повышает уровень Атаки Все стрелки Да Но вместо лука Лучше Тридцатка Как сказал бы Упырь В чатике Лучше Дайте мне Тридцатку Сдаю квест Получаю Уровень Я бы добил Резиста Почти до конца 40 самоцветов Сдаем А пока Элвин Не принесет Ты охренел Лично Элвин Должен доставить Вот пес Нет Если б я знал Я бы конечно Отправил бы Значит Квест можно Без элвина брать а кристалл обязательно он должен принести вот такие какие оказываются люди привередливые вы слегка без по без беспокоились о качестве работы этого не в меру деловитого гнома но когда он показал вам узорчатую рамку дымчатого серебра вы были потрясены теперь и когда у меня она у меня в руках мне даже жалко расставаться с ней всего за 40 самоцветов сказал гном но уговор есть уговор 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 есть уговор и что теперь предметы я не получил синяя палатка как было открыто так так и осталось но мне вообще это зеркало нужно для того чтобы в принципе на следующий уровень подойти пройти до насколько я понимаю сражается создание зеркала истинной любви а может быть он только обрамление сделал короче надо искать следующего следующее задание она вот здесь у нас но тут много не исследованных тем и статы есть я бы отстроился в центральном замке потому что есть враги и они активничают и может быть и может быть но таких ситуациях я реально не знаю что делать наверно вниз пойду учитывая то что здесь два телепорта попробовать отправить кого-то в телепорты ну в целом просто чисто проверить куда они меня заведут ага проверено проверяй коры то проверь ага защита статы это все надо пылесосить главным героем да давайте на юг поехали 60 как же он бахает ему бы еще стрельбу на на 5 скилл чтобы он удвоил эффективность 2 выстрела было да сейчас нам наверно потихонечку не лениться и отстраиваться в замках потому как шахты есть давайте единорогов так это подруга захватывает раз шахту захватывает два шахту на следующий ход а ты ну ты а что ты пытаешься проскочить видя что здесь циклопы тут столько всего еще перекресток на мыша карту открываем просто бешеном ритме бешеным темпе убиваем огров магов дай-ка вызовем все-таки элементарий зря сделал воздушных не знаю зачем ездил воздушных заблочу слева стиля по правому он с ластом подходит на пятая стрельба темпа добавит очень просто x2 будет урон один телепорт привел нас в тупик к драконам и титанам которые охраняют два превосходных артефакта латы драконе увеличивают защиту на 25 и устойчивость к огню но враги то опасные делаю элементарий все таки им сейчас достанется пытаюсь заблочить дальше усталость а усталость слабость слабость шамида то какая погоди-ка 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 не мы их скорее всего убьем просто просто фейк надо сплетануть вот в чем секрет самом деле надо просто элементарий других пытаться вызывать разлететься в разные стороны чтобы немножко задержать драконов в первую очередь постараться еще элементарий подспамить минус восемь капец да я не справлюсь с ними еще титан добавляет так но это конечно челлендж что называется except it is up как можно пока пособирать все это повод под отстраиваться в других местах а что для портала нужно самоцветов пять штук и камней ну бывает такое что не что не получается бывает это похоже куда-то мискликнуто тороплюсь и духовная броня перевязка раны сделаем разведку по захватываем все что внизу а на обратном пути учитывая то что все равно центр уже в центральный например замок через караван и стянем подкрепление которое необходимо для доп защита еще десятка защиты попилим я бы зашел вот сюда дальше эту часть мы подсобирали бы золотишко тиснули а вторым героем наверняка пойдем за почти не выиграл по времени за основным просто захватывать шахты было бы неплохо сюда фейку вернуть чтоб она тоже пособирала и не ленимся строимся в других замках не знаю на что мне тут хватит хватит ли на 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 хотя бы на что то давай таверну отгрохаем вообще таверну реально можно было не просто сделать но и закупить там героев хотя видите тут в этой в этой фракции видимо нет людей которые ну типа губернаторов которые прирост увеличивают жаль полезные ребята полезные здесь тоже джонимся шахта похоже под разбойничьей защиты нет просто нейтральные шахты я немножко времени потратил но ничего собираем золотишко фейкой и еще этой подругой стремимся тоже захватываем шахту фейка собирает золото золото идет за главным героем тоже сейчас можем что-то построить замок можем построить хотя не очень важен он был в той ситуации а тут тоже не хватает чего не хватает денег не хватает хотя золотые шахты вроде как работают а не понял а то только что зеленый был и собрал все мои бонусы блин тварь увидели я думал у меня глюки или баги какие то нет это просто тварь пришла вот и элояр привет привет добро пожаловать все дела припозднился ты немножечко там мощный герой кстати 20 уровня был ну вот он и забрал но много предметов сопротивляемость к магии блес повышает уровень атаки любого противника испытывает эффект замедления четвертого уровня и на голосование лаяр пропустил макетики тебе будет я думаю интересно посмотреть так а здесь отстроена неплохо отгроховую сразу портал гильдия 3 4 не построить нас очень ограничивают конечно в изучении заклинаний я бы двигался героем вот по дальше то есть там вперед статы вижу остальными знаю тоже делаю разведку здесь неподалеку захватываю попутно шахты ну и пытаюсь хоть как-то там отстраиваться не знаю денег опять нет 3000 всего лишь так а тут упырь по центру уже нас собирается штурмовать восемнадцатого уровня и вы знаете может хватить ему я бы даже сказал точно хватит но отвлекаться на него тоже не хочется убираем гарпи какой урон господи какой урон и он еще там три-четыре уровня здесь повысит призывание второго класса магия жизни воскрешение первой ступени в целом я не так далеко нахожусь от от замка можем через можем сейчас изловить этого упыря я немножко сдвигаюсь справа в смысле на север как раз чтобы случается ли он замок захватит ухты доспехи не регенерации артефакт ушает на 20 же основе 20 не здоровья присоединится за каждый уровень опыта столько топовых артефактов на этой карте я таких доселе не видел красный телепорт куда-то нас отведет приведет куда-то в основном замки отстраивать нечего для производства здесь нужны магистрат и единороги и все 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 смотрим будет ли атаковать 18 уровень героя не будет решил отступить сопротивляемостью героя процентов 90 или 80 не помню какая с дебафнуть его не могут элвин топовый и стоит ли возвращаться сейчас или идти уже по по душу врагов например красного дальше справа убивать пытаться перемещение замок погнали он приходит один в замок на штурм и ну почти я думаю он мог бы и перестрелять в общем хотя на башнях вряд ли на башнях сложновато эльфов пытаемся убрать магии очень хороший блок эльфов добираем убираем героем вызываем еще элементарий идем вперед бедолага летит вперед но он не знает что это его не спасет медленно но верно элементарий подползает он откупается так здесь хорошее подкрепление собираю оставляю здесь героя так чтобы не забыть и смотрю на карту пытаюсь понять вообще у красного теоретически может быть еще замок видите как размещены замки более менее симметрично то есть полагаю что у красного два замка у меня типа два стартовых центральный и два у зеленого я рискну предположить что у красного больше нет замков так что давайте помня о том как как прошлая карта у нас проходила я хочу уничтожить сначала всех врагов а потом уже вот по заданию мимо которого только что пробежали ух ты какой мощный ушел герой где-то уровня тоже 20 судя по тому как он урон срезистил да и у него заклинания какие-то висят ненужные перемещаемся на территорию врага все-таки красного замок здесь еще один есть армия серьезная герой правда первого уровня массовых заклинаний у меня нет но ничего страшного первый пошел этот посерьезней где-то пятнадцатого уровня герой восемнадцатого кругленькие суммы отстегивают за за опытных героев отходим наивный еще минус замок где мы тоже закупаемся на те деньги которые только что получили и ставим еще одного наместника так скажем тупичок да а у них почему-то кажется что просто у красного было три замка а у зеленого два и я сейчас поскочу в сторону зеленого вот и все захватываю шахту раз захватываю шахту два потихоньку отстраиваем единорогов мне кажется это все лишнее карауан сарай а а попытка очередного штурма надо в центре сейчас затариться у зеленого подкрепа бегает несчастный человек пока не забыл в центре затариваю все слабо здесь затарка никакая я могу этого восемнадцатого героя все равно не убить хотя у него армии тоже не стало сильно больше судя по дороге здесь можно будет пройти через мост застава пограничная драконовую пещеру нам нужно посетить для того чтобы пройти ай а у нас нормально все с сопротивляемостью все в порядке никого не вызываем просто расстреливаем элементарий оп оп чувствуете такой он псих а будет максималка сто процентов резистов на последнем уровне и все его никакими заклинаниями не проймишь осматриваемся болото перемещение вызывание существ кстати улучшает навык на один уровень если у него есть этот навык но не выше наверное максимального ну что будет нападать красный справа трется еще герой зеленый нападает надеюсь что все таки от безысходности друзья а может просто он круче он просто круче ясно жалко но он показывает что он тоже умеет вызывать центральный замок захватили и 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 Эх, подруга, подруга Как же ты не права Есть, у нее скорее все артефакты На старте выдали, видимо, артефактов Всем Далее Здесь затариваемся на случай, если подойдет Герой другой Берем замок Можно даже в автобое Так, освободили героев Все, ориентировочно все зам... А, вон наверху еще один Все, увидел, ребят Увидел, 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 был неправ Справа наверху еще один есть Вот оттуда герой, собственно, и появился Но, учитывая, как быстро идет ход Полагаю, что Это как раз, да, и он там подзастрял Это последний А, ну я что-то не смогу пройти Пока по квесту не справлюсь Окей Давай тогда посмотрим, что нам необходимо Возвращаемся к добыче Возвращаемся к строительству Такому Номинальному Необязательному Прирост все это время шел Здесь все хорошо Караванчик делаем А мне нет, кстати, атаки первого класса Можно выучить Защита Защита, атака, дипломат Атака, защита, атака На 10% урона всем Зеркальная мантия Резиста от драконов Но у меня нет маны С драконами без маны 22% я не справлюсь Скорее всего Даже несмотря на хорошие предметы Да, с 10% вряд ли Да и зачем тебе? У тебя и так резисты почти максимальные Ради опыта, ну Пробегаю поверхом Восполню ману на всякий случай Идем Здесь проверили просто врата Действительно работают Собираем А какого элвина уровня? 24-го А максималка 28-й, да? Тут не написано Шаг какой был? Кто помнит, друзья? Подскажите, пожалуйста Минус я Надо автобой убирать Так как Наш Наш друг тратит Наш друг тратит ману 28, да? Спасибо 28 Как бы мне их тут Наверное, элементарий Чисто для контроля То есть попробовать Ну Кидаем фортуну Естественно Здесь Усталость Стреляем по этому стаку Еще делаем усталость И Ну а дальше уже хватает Как вы видите Звучие пески еще можно поставить Такие вот Элементарии полезные Просто жуть Какие они полезные Либо так, либо так Понимаете? Они и так полезные И сяк И прямой урон тебе есть И контроль есть И массовый контроль есть В чем-то джинны По полезности напоминают А, там есть инфа В другом разделе Ладно Поверю на слово Магия природы Призывания 3 Шахту не трогаем Предметы не трогаем Мораль войск Чушь Захватываем шахты Потихоньку Золотую тоже можно взять Мод на баланс Может быть Ну здесь по крайней мере Люди развиваются Но я понимаю Что можно сделать игру Игру по Еще посложнее Так Вы слышали Что этот бродячий купец Единственный обладатель Двух фунтов Чистого Нетоптанного песка Который необходим вам Для отливки стекла Для зеркала истинной любви Должно быть купец Заметил отчаяние На ваших глазах Ибо когда вы Осведомились о цене За мешок песка Он сказал Я не могу взять за него Меньше 10 тысяч золотых Но это же смешно Ты не знаешь Через что я прошел Чтобы раздобить Чистый песок Это же очень трудное дело Зная что он не уступит В цене Вы помчались на поиски денег Но у меня 60 тысяч Поэтому Занося сумки с золотом В лавку Вы вдруг почувствовали Себя дураком Расплатите так много За мешок С какой-то грязью Купец быстро передал Мешок чистого песка И стал радостно Пересчитывать деньги Раскладывая их столбиками Единственное что может Расплавить чистый песок В стекло Это дыхание дракона Ты ведь знал об этом Не так ли? Спросил купец Когда вы собрались уходить Да Я Не знаю вот только Где найти дракона Ответили вы А вот тут я тебе помогу К востоку отсюда Живет одна красная дракониха Я бы Ну я бы советовал Быть с ней поосторожнее Она последняя В своем племени Она скорее сожрет себя Чем будет вести беседы Да нормально все будет К востоку Идем на восток Нам показывают Ооо пещера И табличка как раз Ух И квесты здесь хорошо прописаны Тут похоже не пройти Да? Что лучше сюда сразу Опережая Очередную подлянку от игры Предвосхищая Очередную подлянку от игры Я сразу иду Очень заботливо поставлены Кстати Может сюда зайдем? Разведочка Как-никак Экспа опять же Что сделал? Стрелковое оборужие Пять Дотянуть Ну Бери все Птиц будем убивать 12 птиц Магии мало Маны точнее мало Ну птицы А что они могут сделать? 12 особенно Ай Неудачно получилось Я не особо Что могу сделать Вызвал огненных элементарий Такой думаю Сейчас Они как огнем Справятся Хочется на остров сбегать А мне кажется Туда еще нас пошлют Так если кажется Может быть ты Разведку сделаешь Туда для начала Хорошая тема Помогает А ты беги По основному квесту К драконихе Послали Беги Красный Пока заперт Эльфов Мы ушатываем Один героем Просто в соленого Бегает Наш Элвин А тут был Прохл Ах Какой же Ах Какой Ооо 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 Какой же Это троллинг Ребята И так троллинг И сяк Троллинг Получился Очень тоненько, согласен Если бы у меня сокол был Читаем вывеску Я скорбел на своем обычном месте На краю лагеря, когда ко мне подошел тигр Это тот, который присоединился в самом начале и пал в первом же бою Ты будешь говорить с тем, кто называет себя посланником Ара Норна Или нам сразу его съесть? Спросил белый тигр Вздохнув, я сказал Приведите его сюда Вскоре пара тигров привела ко мне молодого эльфа Посланник едва ли был моложе меня самого Но я чувствовал себя гораздо старше, чем он выглядел Кто тебя послал? Гарк? О, на самом деле я представляю эльфийский двор, сэр В котором гарк заправляет всем и вся Скривился я в усмешке Что бы ни сказал этот посланник Мне нужно учитывать, что эти слова могут исходить от гарка Внезапно у меня зачесались руки взяться за кинжал Продолжай Учитывая вашу недавнюю преступную деятельность в этой местности Преступную деятельность? Вскликнул я Да, полагаю, они имеют в виду недавние атаки на войска и крепости Ара Норна Так вот, эльфийский двор просит вас поступить по чести и сдаться самому Они обещают обойтись с вами по справедливости и провести непредвзятое расследование Сказал посланник Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выместить гнев на этом несчастном эльфе Вместо этого я медленно встал и повернулся к нему спиной Чтобы он не видел, как я стиснул зубы и давание искрошив их Я хочу, чтобы по возвращении ты изложил мой ответ перед всем эльфийским двором Это мое право Да, это ваше право Тогда скажи им, что я не преступник в этом деле Скажи им, что я обвиняю лорда Гарка в покушении на убийство и в понуждении Шайры к замужеству против ее воли Ты скажешь им это? Ты скажешь им это Но я... Скажи им! Прокричал я Что за... что за истеричка? Все нормально же будет Пещера Красного Дракона Классно, да? Красная Дракониха поджидала вас и вопреки предубеждению купца совершенно не намеревалась употреблять вас пищем Ты тот, кто сражается с эльфом по имени Мирилас, верно? Спросила Красная Дракониха Да Хорошо Надеюсь, ты ему всыплешь как следует Вы пришли сразу к делу Я надеялся на твою помощь, чтобы ты превратила чистый песок в стекло для зеркала Я пытаюсь смастерить зеркало истинной любви Правда? Негромко заговорочи с кем многозначительно сказал Красная Дракониха Поведай мне свою историю с самого начала Люблю длинные повести Не рискуя пренебрегать прогневать гигантского зверя, вы рассказали Красной Драконихе все Когда вы закончили свой рассказ, Красная Дракониха откинулась назад и молвила Возможно, мы могли бы помочь друг другу Как? Этот эльф Мирилас недавно взял в плен моего суженого Серьезно? Он самый прекрасный черный дракон Эй! Расизм? Ну, она, если бы она сама была черной То она могла бы говорить черный дракон Но она же Красная Дракон, правильно? Она не может так делать Куда мы катимся? В этот момент вы проникаетесь к дракону неподдельным сочувствием Представить только И где твой суженый? Спросили вы Наверное, заперт в одном из городов Окрестности я обыскала сама, но не смогла найти его А города слишком хорошо укреплены, чтобы нападать на них Если ты вернешь мне моего ненаглядного Я с радостью отолью для тебя зеркало Так, еще раз Где? Заперт в одном из городов Окрестности обыскала, но не смогла найти Может, в углу? Мне кажется, меня послали А я могу? Кто знает, что... Что-то мне просили Что я в подземелье должен сходить А может, уже там открылся проход, а? Давайте я найму героя Ну, чего ты не хочешь-то, ну? Надо проверить Ну, как бы, да Я, конечно, поскакал потихонечку, но... Поскакал я ориентировочно вот сюда Там не герой на разведке, но он не сильно меня опередит В этом плане Вдруг меня уже пустят Довольно странно, но страшно матерый красный дракон Объясняет, что про тебя можешь только После того поговорить Да, все, мы можем уже туда идти Но все равно меня интересует, что на этом острове А вдруг там статы Там рухи Не только рухи Здесь как будто лодку можно взять Точнее, при помощи лодки перебраться Но... Но нет Сейчас выяснится, что, оказывается, мне не надо было ничего отстраивать Что уже, как бы, все Я еще в телепорт и не... А, первый телепорт ведет сюда, другой туда То есть здесь щит, а здесь какое-то тоже заклинание То есть вот эти вот два телепорта меня вели наверх Может, пока не поздно туда сходить Я все равно далеко не максимальный уровень Не, давай сначала проверим А вдруг это не конец? Вдруг скажут, иди под землю и там еще убей тучу демонов Я же проходил вот эту вот тему Давай, сначала Сначала убиваешь, потом разбираешься Ишь ты, когда ты будешь играть в Дэд Бэй Дэй Лайт Я не планирую в нее играть Жизнь черных драконов важна Ай, пес убежал Пес Досморалился просто, гад А мне же замок штурмовать О-о-о Это 18 уровень человека Я бы подождал денек Чисто чтобы Жизнь восполнить Пес пришел Стоит, ждет А давайте проверим следующим образом Компьютер, быстрый бой, фас Серьезно? Вот ты ну бас Да, я покажу Hold my beer Ой А что началось-то сразу? Куда ты вызвал? Ну е-мое Прикрываем героем Ай-яй-яй-яй-яй Карамба! Духовная броня Пытаемся продержаться Сдержать один удар хотя бы Блин, ты сморалищик Грифон сейчас будет каковать Стопе! Есть лечебный эликсир? Есть Два О-о-о-о Семен Семенович А теперь Я Делаю силу гиганта Нет Я делаю сначала Удар змей А где удар змеи? Алло Какого хрена Удар змей? Алло Перевязываю пока рану Надеюсь, что выживу Перенесу один удар В ход точнее Дальше Делаю Силу гиганта Не факт, что выдержу Стан О-о-о-о Стан А-а-а Черт Ну не честно А че? Почему змеясь? Я Почему змея не справилась? Для Кого я? Что? Я не понял Если честно Но здесь уже понятно Делаем духовную броню Раз Нет, ну бас Травим тварей Делаем силу гиганта Силу земли Дальше Дальше Пока что Извините Вырвалось Каменная кожа Что? Каменная кожа? Дальше Бутылка Лечебный Эликсер Надо благословление Надо вообще Раскастовываться Полностью Макс урон Погнали После Раскастовки Будем уже Атаковать Начну с Феич Они мне Бесят Раз Траванули Этих Травануть Можем Не травятся Элементали Дальше Перевязать Рану Бутылку Лучше Оставить Как Как НЗ Хорошо Там подблокировал Герой Мне нравится Фейки Пали Вяжем Ну неужели Компьютер Так не мог Сделать Ну изи же Ну То есть Слабо урона О Закончились Закончились Сейчас все будут А вот это уже плохо Нет Хотя я же отвечать буду Периодически Правильно ведь Потравлю их Подержусь Давай Эльфы Не сдаются Давайте Давайте Ребята Нападайте Я говорю Нападайте Облако Разочарования Вам Не печальтесь Травануть Баггеро Еще Давай Надо Что у вас Такое Что Случилось Что Со здоровьем Ребят Пошли Волки Вход У меня нет Ответа Всем Просто Чтобы Массовая Ответка Была Как у Грифона Но тем временем Сатиры Сатиры уже закончились Героя мы Скоро Убьем Минус Сатиры Минус Герой А я лечусь У меня мана Еще вагон Я могу Тут до вечера Лечиться Я думаю Пора Да не Не пора На Кодилам Агреб Раз Один Минус Два Кто еще Ну кто Давай Минус Эльфы Ну что Ну кто Еще Кто Тут Главный Кто Тут Батя Как Сказал Бахил Просто И бутылка Еще Запас На На Из Просто Пришел К замку С тигром Хорошая Стрелка Как раз Глушает О Посреди Двора Был Прикован Крупный Черный Дракон Черный Черный Дракон Он Казался Ослабшим Но его Глаза Светились Яростью Я поколебался Перед тем Как освободить Зверя Он мог бы Обратить Свой гнев Против Моего Войска Против Моего Войска Тогда Я Объяснил Ему Зачем Я здесь И пообещал Отвести Дракона К его Подруге Красный Тогда И только Тогда Черный Дракон Согласился Присоединиться Ко мне Так Здесь у нас Тоже Все Отстроено Только Гильдии Нет Ценное Есть Что-нибудь Проща Блин Четыре Уровня Надо Где-то Получить Еще Вот Сейчас Я думаю Уже Надо Нет Сейчас Опять Допустишь Ошибку Сначала И к красному Дракону И если Она скажет Молодец Игра Закончилась Миссия Закончилась Там уже Там уже Делаешь Лоуд И собираешь Экспу Потому что Я вижу Например Что у нас Все еще Есть Остров И не совсем Понятно Как туда Нам Добраться Музыка Просто Прекрасная Просто Прекрасная Музыка Так Волк Позорный Тут Давай Родная Что скажешь Ваше Скорбящее Сердце Возрадовалось При виде Пары Драконов Взмывших В небо И резвящихся В облаках Я уже Заговариваюсь Какое-то Время Вы наблюдали За ними И уже Стали Задаваться Вопросом А вернутся Ли Они Вообще И когда Вы уже Собрались Расстроиться Красная Дракониха Села На землю Прямо Перед Вами Я Не Забыл О Своей Части Сделки Эльф Давай Свой Песок Сейчас Плавим Тебе Зеркало Сказала Она Теперь Когда Все Сделано Вы Можете Вернуться Ворон Нет 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 Четыре Уровня Ребят Четыре Уровня Четыре Уровня Алло Что Что Делаю Я Я Без Подкрепа Не справлюсь Поэтому Начинаю Закупать Войска У меня Столько Сарей Есть Это Первые Это Вторые И это Третье Четвертые Пятые Уволен Не могу Уволить Как-то Неудобно Они мешать Мне просто Будет А Со мной Черный Дракон Кстати Окей Закупаем Здесь Народ Тоже Денег Нет Теперь В центральном Замке Снаряжаем Один Караван Второй Караван Уже Хорошо Третий Тоже Проходит Без Проблем Четвертый Заблокирован Этот Не заблочен А что За город Который Мунбейн А Это По центру Собственно Мне не нужно Сюда Караван Отправлять Окей Дальше Мы заходим Героем Ждем Ждем 3-4 Хода Войска Там копятся На входе Толпятся Мы группируем Неплохо А сколько еще Караванов Осталось Кто в пути Все приехали Чего то не густо Давай так Наверное Дальше Я бы Сбегал Наверх Собрал Вот Опасные Вот эти Вот стаки Только Надо выйти Блин Как неудобно Раз Два Три Четыре Пять Шесть И семь Наверное Так Да Делаю Сохранение Мне кажется Я четыре уровня При всем желании Тут простым способом Не заберу Увы И конечно же Стараемся Использовать Автобоя Для экономии Времени Фейки С богом Семнадцать Гидр Ну главное Чтобы дракон Там не умер Возможно Стоило его Оставить Перед походом А вот Он и умер Моя надежда На воссоединение Шерсть Истаяла Вместе С последним Издохом Черного дракона Все Кончено Продуманным Продуманным Дракона Оставляем Дракон Уходит Эй Тихо Да Он же живой Серьезно Ладно Давай Ручками Тогда Да он Летит Вперед Видимо Отдается Вот такая Стратегия У этого Черного Дракона Он не понимает Что его ждет Его красная Дракониха И ему вообще Лететь никуда Не надо Мы тут Сами справимся Без проблем Куда он Полетел Так А тут бы Неплохо Зыбучие Пески Сделать То 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 Как-то О О О Станчик Ну Ну Миссию Я почти Как Как Знал Как Проходить Потому Что Ну На основе Предыдущих Мы уже Делаем Не предположить Ну Более вероятные Предположения Так скажем И Осинные Ули Книга Демонов Позволяет Вызывать В два раза Больше Различных Существ Ну Заклинание Сил Смерти Это не то Что нужно Идем Во второй Портал Здесь Ребята Посерьезнее Как вы Помните Ай Карамба Туда бы Зарядить Конечно Но Я думаю Сначала Забучими Песками Опять Все Тут Испоганить Фиги терпят Бедные Эльфы Лучше Наверное Титанов Убивать Героям Дабы Ответку Не ловить Мелкими Юнитами Драконы Застряли Основательно Видимо Из-за Их Размера Что Они Вынуждены Просто По некоторым Ну По двойным Там Пескам Идти Пески Имба Контрятся Телепортом Конечно Контрятся Летающими Юнитами Безусловно Ну И рано Или поздно Люди Все-таки Пролетают Не уверен Что до конца Буду Учистить Все это Дело 25 Уровень Максимальный Резист Или Следопыта Взять Макс Резист Почти Ультиматив Получается Давай Всегда Антимагия Есть Давай Так Артефакты Возьму Но Я не знаю Что еще Делать Тут Где достать Врагов Без Мотания Чтобы Набить Еще Три Уровня Я думаю Я думаю Для интереса Может быть Кстати Любопытно Это же не просто Так Островок Там возможно Кто-то есть Может Есть какой-то Телепорт Туда Может Я могу Туда Как-то Добраться Или Это Такой Байт Но Слишком Реалистично Там Там Дорога Не 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 Друзья Подскажите Пожалуйста Кто В курсе Может Быть Самон Боут Есть Заклинание Или А я Пока Вот сюда Сбегаю Наверх Есть Неследованная Местность Фиолетовый Драконов Фиолетовый Драконов Не Ну Стаки Есть Конечно Которых Можно Подождать Расплодить И С Любой Хорошо Фиолетовый Драконов Фиолетовый Драконов Красный Вижу Больше Порталов Не Вижу Один Спас Порталов Центра Но мы Проверили Два Портала Центра Их Всего Два И оба Они Ведут Наверх Рядом С Пещерой Дракона А Вот он Фиолетовый Точно Спасибо Большое Медаль Замужества Ненужные Давайте Тогда Да Спасибо Да я уж Тороплюсь На самом Деле Поздновато Надо Надо спать Ложить С лицем Завтра Воскресенье Но сегодня Все равно Пора уже Ну Вдруг Ну вдруг Там Дерево Или Какие Нибудь Хорошие Стаки С которыми Можно Зайти На Кладбище А там Зомбари Охраняют Давайте Не хочу Автобой Потому что Скорее всего Опять Не сдюжим И дракон Окочурится Сейчас он Как абуза У меня Хорошо Хорошо Поскакали в портал Я Наверное Попутно Зайду Еще В замок Простой Способ Подкрепления Взять В первую Очередь Конечно Эльфов И Да Давай Еще Коней Вдруг Пригодятся Блин Низко Вот Вот 20 титанов Еще Один Портал Там Доспехи Титаны Титаны Стреляю Главным Героем Эльфов Бы Прикрыть Драконов Бы Прикрыть Была Ответка Да Хорошо Тогда Хорошо Кони Страдают Но Ничего Там Страшного Нет Как Герой Танч Прячу Драконом Вот Такой Не Пригодились Стан Красиво Еще Немножко Опыта Получили Там Впереди Кто-то Виднеется Портал Статы И Доспех Единорогов Призывать Можно Защиту Добавили Латы Золотые Золотые Латы Золотые Устойчивость Когню Это На фениксов Надо мне идти С Моими Текущими Прохожу К фениксам Надо Наверное Просто Сейчас Остановиться И Все Блин Драконир Живой Конечно Но Тут Все равно Не будет Нужного Количества Опыта Да Давайте Друзья Все На сегодня Хватит Спасибо Что Смотрели Завтра У нас Как минимум Ближе К вечеру Будет Первый Турнир Russian Cyber Games Это Крупный Турнир С призовым Там Тысяч Наверное Пять Будет Баксов С финалом С ландфиналом Во Владике И Будет Четыре Квалификации Завтра Первая Стартует Поэтому Приходите Информация Турнира Есть В разделе Турниры Вот Увидимся С вами Завтра Пока Пока